У подножия горы Эльзида, Джанти увидел великолепный гейерон с греческого переводится как храм, священное место, построенное из серого гранита. Этот гейерон построен вашими последователями. В большой трещине ледника Хайдела вы сказали каждому из ваших последователей взять кусок серого гранита весом 200 кг и отнести его к племени огромного медведя, пройдя тысячи миль. Это было жесткое испытание их тела, духа, воли и религии. Многие люди выполнили это. И теперь, все последователи школы древнего бога проходят этот процесс как паломничество, которое может проверять их собственные души. Взяв сухпайки и инструменты, благочестивые последователи отправляются на серый холм и выдолбливают кусок гранита весом 200 кг, после чего они перетаскивают этот гранит сюда. В результате чего здесь собралась куча гранита. Затем используя этот гранит, ваши последователи построили великолепный гейерон. Этот гейерон называется Серым дворцом, он также является ядром школы древнего бога. Голос понтифика Сорлина раздался около Джанти. На площади за пределами Серого дворца, Джанти увидел много самых первых последователей, которые выглядели совершенно иначе, чем пять лет назад. Стоя в серых мантиях, они держали книгу вечности и ожидали прибытия Джанти. Огромные каменные чаны все еще стояли на площади. Оправы огромных чанов давно стали гладкими, как будто их тщательно отполировали. Конечно их никто не полировал. Это были следы оставленные последователями школы древнего бога. Поскольку последователи приходили сюда для паломничества каждый день, каждый из них касался края всех чанов, чтобы ощутить силу бога. Постепенно, грубые края стали ровными и начали излучать особый блеск. Сила религии может творить чудеса. На каждом закате, самая первая партия последователей Джанти, которые присматривали за Серым дворцом, набирали в священные чаны свежую воду. На следующий день, те последователи, которые пришли издалека, по очереди подходили и выпивали чашу священной воды из священного чана. Легенда о том, что священная вода в священных чанах могла лечить болезни и очищать души и зло, постепенно распространилась по пустыне льда и снега. Все больше людей, которые вкусили святую воду, заявляли, что она несет невообразимую силу. Поскольку все больше и больше людей посещали это место, школа древнего бога становилась все более известной. Когда Джанти прибыл к Серому дворцу, он увидел, как множество людей, которые выглядели усталыми, но стойкими, двигались сюда с равнины вдали с тяжелым куском серого гранита на спине. Эти люди становились в длинную очередь, чтобы выпить чашу священной воды. Если человек хотел выпить чашу священной воды, он должен был простоять в очереди больше суток. Поэтому очередь всегда оставалась длинной. Даже если священная вода заканчивалась, эти люди оставались ждать следующего дня. Смотря на это, представители крупных кланов архипелага и вентра, которые поклонялись деньгам, были потрясены. Главы и старейшины племен пустыни льда и снега были еще более ошеломлены, когда увидели трех парней с обнаженными торсами, которые исповедовались перед статуей древнего бога с палками на спине. Это были главы племени горного медведя, племени черного медведя и племени демонического медведя. Нести палки и принимать наказание, была традицией Хуа. Тем не менее, в эпоху черного железа, под влиянием людей Хуа, эта традиция давно распространилась в каждый уголок мира. Два дня назад, главы трех племен пришли в Серый дворец в сопровождении их собственных старейшин и стали признаваться в вине. Они уже два дня простояли на коленях, без еды и воды. Смотря на них, все поняли, что все препятствия перед коронацией Питера были убраны. Джанти проигнорировал их, как будто ничего не видел. Главы трех племен не смели поднимать головы, чтобы взглянуть на Джанти. Они просто стояли на коленях, ожидая наказания. Пантифик Сарлин прошептал кое-что Джанти. Услышав это, Джанти поднял брови и слабо кивнул. В Сером дворце, Джанти официально встретил самую первую партию последователей. Хотя Джанти просто слегка поощрил их, это сделало их чрезвычайно энергичными. Через два дня, в Гееране горы Эльзида, я официально буду коронован. И тогда школа древнего бога станет совершенно новой национальной религией. В Сером дворце, Джанти официально объявил шокирующие новости своим первым последователям. После этого они покинули Серый дворец и поднялись на гору Эльзида. Глава 755. Канун коронации, часть 1. Вечером 26 октября, спустя пять лет после первой встречи, Джанти снова сел за стол вместе с тремя старейшинами племени огромного медведя. С тех пор как Джантай прибыл на гору Эльзида, он все время встречался с разными людьми. К Джанти приходили главные фигуры племени огромного медведя, главные фигуры школы древнего бога и три старейшины племени демонического медведя, племени горного медведя и племени черного медведя. Встреча с главными фигура племени огромного медведя была необходимым шагом, чтобы Джанти полностью ознакомился с племенем огромного медведя и превратил равнину Газдари в свою территорию. Равнина Газдари была основой того, почему племя огромного медведя было самым сильным племенем пустыни льда и снега. В пустыне льда и снега, равнина Газдари покрывающая более 1,8 миллиона квадратных миль, была заветным местом где было множество водных источников и обильные ресурсы. Эта земля вырастила самое сильное племя пустыни льда и снега. И теперь это место станет самым важным фундаментом для того чтобы Джанте поднялся на царский трон. Если он хотел контролировать этот фундамент, он не мог только полагаться на трех старейшин. В конце концов, три старейшины не могли управлять всем. Реальной властью в племени огромного медведя под тремя старейшинами владели главы, генералы и священники. Священники были дворянами в племени огромного медведя, и они непосредственно влияли и контролировали более 70% населения и экономических ресурсов равнины Газдари. Для Джанте было очень важно получить их преданность. Когда Джанте сел за стол, эти главы, генералы и священники выстроились в очередь за пределами Геерана и ждали своей очереди. Чтобы показать, что он высоко ценил племя огромного медведя, Джанте сказал, что у каждого из них будет возможность поговорить с Джанте наедине. Таким образом, Джанте мог получить более глубокое впечатление от этих главных фигур. И эти ребята также могли бы выразить свою верность Джанте. С великолепной памятью рыцаря, после одной встречи, он легко запомнит их имена, лица, способности и особенности. Кроме того, величественный образ и авторитет Джанте оставили бы след в сердцах этих ребят. Джанте нужно было уделить каждому из них всего по несколько минут. Однако ему пришлось потратить более 10 часов, чтобы встретить всех людей. После этого Джанте позвал главных фигур школы древнего бога, которые были невероятными фанатами Джанте и относились к нему как к древнему богу. Джанте позвал их, чтобы слегка изменить правила и классы школы древнего бога. После этого Джанте встретил старейшин племени демонического медведя, племени горного медведя и племени черного медведя. Никто не знал о чем Джанте говорил с ними. Но после их разговора, главы трех племен, которые стояли на коленях в сером дворце, наконец получили прощение Джанте и смущенно встали с земли. После того как тайный разговор со старейшинами племени демонического медведя, племени горного медведя и племени черного медведя закончился, уже был вечер 26 октября. Вскоре после ухода трех старейшин, старейшина Гаурас, старейшина Талис и Понтифик Сарлин вошли в комнату. Это было учебное помещение, которое использовалось для проведения обрядов. Обычно три старейшины племени огромного медведя обсуждают здесь основные проблемы. После того, как Джанте прибыл сюда, он использовал это место для приема гостей. Джанте без остановки принимал разных людей. Поэтому, когда три старейшины вошли, они попросили официантов принести еды. Смотря на еду, Джанте показал горькую улыбку. Если бы не три старейшины, он бы забыл, что не ел в течение суток. Как рыцарь он мог не есть и не пить в течение недели. Однако из-за суперспособностей рыцарей, они также имели гораздо больший аппетит и требовали больше пищи. Когда перед ним появилась еда, Джанте растерзал ее как волк. Так как завтра состоится его коронация, Джанте хотел быть в оптимальном состоянии. Съев несколько экзотических фруктов, два куска хлеба и выпив немного облепихового вина, которое имело некоторую ауру, Джанте наконец остановился. Золотая облепиха на равнине Газдари – самое лучшее. Облепиховое вино с равнины Газдари стоит на 20 серебряных монет больше по сравнению с другими местами. Объяснил старейшина Талис, когда увидел, что Джанте перестал есть. Пока Джанте наслаждался едой, три старейшины молча сидели в стороне. Джанте улыбнулся в сторону старейшины Талиса, так как он не представлял, что люди пустыни льда и снега переименуют его мутированную облепиху в золотую облепиху. В лаборатории замка черного железа, для удобства классификации и различия мутированных растений, Джанте обозначил ее как облепиха 1. Хотя это Джанте дал им семена золотой облепихи, три старейшины не спрашивали Джанте о них. Это вино из золотой облепихи действительно неплохо на вкус. Джанте кивнул, поставил стакан на стол и начал смотреть на трех старейшин. Кстати, так как три старейшины здесь, я должен вам кое-что сказать. Посмотрев друг на друга, старейшина Гаурас сказал. Нам тоже нужно кое-что сказать тебе. Джанте действовал спокойно перед тремя старейшинами. Вскоре после слов старейшины Гаурас, Джанте сказал. Так как я поднял эту тему, я скажу первым. Надеюсь вы не слишком удивитесь. Три старейшины кивнули. Джанте выпустил духовную энергию и изолировал комнату при помощи своей боевойцы. Таким образом все о чем они будут говорить, не будет услышано другими. Прежде чем сказать, Джанте немного колебался. Хм, если честно вы не знаете кое-каких секретов. Услышав это, глаза старейшины Гаураса и старейшины Талиса замерцали. Только понтифик Сарлин просто улыбнулся. При виде его улыбки, Джанте почувствовал, что понтифик Сарлин похоже давно об этом знал. Мой нынешний внешний вид не является настоящим. Я не еврей и не славянин. На самом деле я – Хуа. Когда я прибыл в пустыню льда и снега, я применил маскирующий лекарственный препарат. Я не представлял, что я являюсь человеком из пророчества понтифика Эльзиды. Поэтому, пожалуйста, простите меня за мою маскировку. Я не хочу обманывать вас. Откровенно признавшись, Джанте почувствовал облегчение внутри. Возможно он должен хранить эту тайну от других. Однако если он даже не расскажет ее трем старейшинам племени огромного медведя, Джанте не знал кому еще он мог верить. Даже после того, как он станет царем, если ему будет некому верить, то это было бы ужасно. Но несмотря на то, что Джанте раскрыл им свой секрет, он все же многое утаил. Джанте не раскрыл того, что он имеет родословную меняющую тело. Если человеку было некому верить, то это было бы ужасно. Однако если человек раскроет все свои секреты, это будет глупо. Излишне говорить, что с учетом выражений лиц старейшины Гаураса и старейшины Талиса, Джанте понял, что они были поражены. Однако понтифик Сарлин выглядел относительно спокойным. Это и есть смысл пророчества понтифика. Старейшина Гаурас медленно пробормотал. Какое пророчество, Джанте стало любопытно. Хотя внешний вид нашего лорда принадлежал ему самому, его настоящий внешний вид не может быть идентифицирован другими, пробормотал старейшина Талис. Это было пророчество, сказанное пророком Сарлином пять лет назад. Понтифик Сарлин, ты уже давно знал об этом? Джанте удивленно посмотрел на понтифика Сарлина. Я просто видел неясную часть. Я увидел два твоих лица. Спокойно сказал понтифик Сарлин, то как ты выглядишь неважно для пустыни. Самое главное это то, что ты тот самый человек, который сможет принести надежду всем остальным. Ты единственный, кто может изменить судьбу славян. Твой настоящий статус и внешний вид не так важны. Глава 756. Канун коронации, часть 2. Джанте не представлял себе, что понтифик Сарлин уже давно что-то знает. Он был немного потрясен точным пророчеством понтифика Сарлина и быстрой реакцией старейшин. Пять лет назад он не мог раскрывать свой истинный статус. Однако став рыцарем и освоив нежную силу, Джанте не чувствовал ничего серьезного, раскрывая этот секрет. С горькой улыбкой, Джанте посмотрел на понтифика Сарлина. Я не представлял, что ты уже все знаешь. Мне стало интересно, что еще ты можешь видеть о моем будущем. Будущее – это лабиринт времени и пространства. Даже великий пророк имел ограниченный контроль над будущим, не говоря уже обо мне. В прошлый раз, когда я смог увидеть часть твоих лиц, я достиг моего предела. После того, как ты стал рыцарем, никто больше не сможет проникнуть сквозь силу времени и пространства и увидеть твое будущее. Даже если бы великий понтифик ожил, он также не смог бы четко увидеть твое будущее. Пояснил понтифик Сарлин. Услышав слова понтифика Сарлина, Джанте был слегка ошеломлен, так как он не представлял такого эффекта после становления рыцарем. Тем не менее, Джанте полностью успокоился. Независимо от человека, если бы он знал, что его секрет может в любое время быть разоблачен кем-то другим, он всегда будет чувствовать себя некомфортно. Мое настоящее имя, Джанте, я член клана Джан-дворца Хуайань из страны Цзиньюнь. Джанте выложил все карты. Так как он уже сказал им, что это не его настоящий внешний вид, Джанте не видел смысла в продолжении сокрытия своего настоящего статуса перед тремя старейшинами. Хотя сейчас они могли не знать его настоящей личности, после того как он вернется во дворец Хуайань, чтобы провести церемонию вращения чакры и станет одним из старейшин клана, три старейшины наверняка догадаются. Кроме того, у трех старейшин было много способов выяснить его настоящую личность, поэтому он решил все раскрыть. Три старейшины обменялись взглядами друг с другом. Что ты будешь делать, если мы не сможем принять твоей настоящей личности? Внезапно спросил старейшина Гаурас. Все просто. После коронации, мы можем сказать, что Питер Хэмплестер умер во время культивирования. Спокойно ответил Джанте. В конце концов, к тому времени пустыня льда и снега будет объединена. Без меня, вы легко сможете управлять всеми делами в священном ледяном королевстве. Я уже закончил задание Эльзиды, великого понтифика. Что касается будущего, то мы разойдемся своими дорогами. Я оставлю железную дорогу вам. Поскольку я слишком много получил здесь, я не заберу отсюда ничего кроме моих любимых женщин. Я хочу, чтобы они родили мне детей на восточном континенте. Три старейшины горько улыбнулись. На самом деле, если рыцарь не хотел оставаться в пустыне льда и снега, ему не нужно было оставаться здесь. Где бы рыцарь не находился, он всегда будет уважаемым человеком и будет получать лучший уход. В клане Чжан он мог стать старейшиной. Если бы он хотел власти, он мог командовать корпусом из около 400 000 человек. Он мог бы также создать страну в отдаленном месте. Если бы он хотел получить социальные положения и привилегии, многие страны будут рады сделать его рыцарем один. Кроме того, Чжан Ти вообще не был одержим властью и богатством. В противном случае он бы не ушел отсюда на пять лет. В течение этих пять лет, Чжан Ти мог заработать огромные деньги при помощи клана Спенсер, племенной конфедерации, а также равнины Газдари. Но Чжан Ти не взял ни единой золотой монеты из пустыни льда и снега. Даже наоборот, он оставил семена золотых облепиховых деревьев и золотого картофеля, которые стали бесценными сокровищами пустыни льда и снега. Только мы втроем знаем твою настоящую личность. Отныне это совершенно секретная информация. Мы поможем тебе скрыть это, поскольку Питер Хэмплистер глубоко укоренен в сердцах людей. Многим людям не понравится, если ты вдруг станешь Чжан Ти, что также вызовет великую суматоху в пустыне. Тебе лучше продолжать выступать в роли Питера Хэмплистера. Что касается того, раскрывать ли это в будущем. Понтифик Сарлин вздохнул, подумаем об этом позже. Остальные старейшины кивнули. Чжан Ти также кивнул. Что-то еще? Спросил старейшина Талис. Чжан Ти ухмыльнулся, и сказал. Конечно, мне нужно еще кое-что рассказать вам. Говори. Я хочу построить на равнине Газдари столицу Священного Ледяного Королевства. Услышав желание Чжан Ти, три старейшины снова были потрясены и подумали. Это действительно важное событие. Затем Чжан Ти продолжил. Единственный город в пустыне льда и снега – город Ишиль. Это основа клана Спенсер. Согласно соглашению между нами и кланом Спенсер, хотя мы можем использовать Ишиль в качестве столицы, это неправильно. В ближней перспективе это рабочий вариант, однако отношения между нами и кланом Спенсер рано или поздно разорвутся. Отец не должен воровать у сына. Кроме того, город Ишиль слишком близок к морю. Когда демоны начнут наступать на пустыню льда и снега, город Ишиль будет разрушен первым. Поскольку в этом городе не хватает стратегической глубины, он не может стать политическим центром Священного Ледяного Королевства. Три старейшины молча слушали его. Пока я ехал сюда на поезде, я все время думал об этом вопросе. После встречи с главами, генералами и священниками племени Огромного Медведя, я принял решение. Чжан Ти подумал. Если я хочу править всем Священным Ледяным Королевством, мне нужно построить великолепную столицу. Грубо говоря, то это как стенд для придорожного магазина и постоянный офис для бизнес-группы, как я могу управлять всей страной без города в качестве опоры. Если не великолепной столицей, то как еще показать правящую власть царя? Если я хочу править Священным Ледяным Королевством, я должен сначала править Равниной Газдари. Если я хочу править Равниной Газдари, мне сначала нужно построить великолепную столицу, чтобы убедить всех членов племени Огромного Медведя и стабилизировать свое доминирующее положение. Кроме того, пока мы будем строить столицу, требуемые этим городом, сталь, цемент, уголь и механическое оборудование значительно продвинут индустриализацию всей пустыни. Это также начнет развивать военный потенциал пустыни льда и снега. За последние годы, хотя промышленная область, расположенная за пределами города Ишиль, развивается очень быстро, такой небольшой промышленной территорией площадью чуть более 100 кв. миль недостаточно для всей пустыни и Священного Ледяного Королевства. Кроме того, эта промышленная зона и город Ишиль сталкиваются с одной и той же проблемой – слишком близкое расположение к морю. Если на них нападут демоны, вся промышленная зона прекратит производство, создав ряд цепных реакций. Но напротив, если мы построим город на равнине Газдари, мы сможем полностью использовать богатые ресурсы равнины Газдари. Даже кролики делают три гнезда, не говоря уже о плане развития промышленности страны. И в конце концов, в городе требуется много рабочей силы, что создаст много рабочих мест. Город также сможет переварить избыточные трудовые ресурсы иммигрантов, которые продолжают вливаться в пустыню льда и снега. Кроме того, постройка города начнет стимулировать инвестиции, потребление и внесет новую жизненную энергию в развитие пустыни льда и снега. Немного помолчав, понтифик Сарлин кашлянул, и старейшина Талис смущенно сказал. Ранее, племя огромного медведя было относительно изолированным. У нас было мало шансов заработать денег. За последние годы, после строительства железной дороги финансовое положение племени огромного медведя действительно улучшилось. Однако в настоящий момент, племя огромного медведя может потратить всего 40 миллионов золотых монет. Для создания крупномасштабного города требуется не менее 60 миллионов золотых монет, не говоря уже о столице. Боюсь, что племя огромного медведя может потратить всего 40 миллионов золотых монет. Джан Те наконец понял, насколько бедными были эти ребята. Глава 757. Помощник если клан мог позволить себе потратить 40 миллионов золотых монет, он определенно был один из лучших кланов, так как это огромная сумма денег на архипелаге Эвентра. Очень немногие кланы и бизнес-группы могли позволить себе такую огромную сумму денег. Однако это было ужасно, если независимое королевство, в котором проживало около 20 миллионов человек, могло позволить себе только такую сумму денег. Джан Те знал, что в эту сумму входит выигрыш в размере около 10 миллионов золотых монет, которые племя огромного медведя только что выиграло от ставки. После вычета этой прибыли, выходило так, что все племя огромного медведя могло потратить только 30 миллионов золотых монет. На эти деньги нельзя было построить и половину столицы. Услышав доклад старейшины Талиса, Джан Те понял, насколько бедны племена в пустыне льда и снега. Он подумал, среди всех племен медведей, племя железного медведя является самым богатым племенем, а племя огромного медведя идет на втором месте. Однако племя огромного медведя может потратить только 30 миллионов золотых монет, что же тогда с другими племенами? Неудивительно, что другие племена начали пускать слюни на железную дорогу. В эту эпоху, накопление богатства можно совершить только двумя способами. Во-первых, благодаря процветающей коммерческой торговле, такой как на архипелаге Эвентра. Во-вторых, через индустриализацию, высокоэффективное промышленное производство может создать богатство. Но жаль, что перед тем, как я пришел в пустыню льда и снега, вся пустыня далеко отставала от среднего уровня развития этой эпохи. В противном случае это место не называли бы пустыней. Мне интересно, как же племя огромного медведя зарабатывает деньги? Джан Те спросил трех старших. Племя огромного медведя расположено во внутренних районах пустыни льда и снега. Хотя на равнине Газдари плодородная земля, она относительно изолирована. Иностранные бизнесмены едва могут добраться сюда, поэтому наша торговля не развита. Раньше у нас было три источника финансового дохода. Один, наше племя контролировало торговлю сеподонами по всей пустыне. Один, мы каждый год продавали излишки зерна. Три, мы обнаружили крупный золотой рудник на севере равнины Газдари. Золотой рудник Харимас. Этот рудник ежегодно дает нам более 800 000 золотых монет. Кроме того, у нас есть серебряные и медные рудники, которые могут производить около 150 000 золотых монет в год в год. Ответил старейший Наталис. Затем вынул золотую монету и передал ее Джанте. Более 800 000 золотых монет равняются более 20 тоннам золота в год. Неплохо. Взяв в руки эту монету, Джанте обнаружил, что на ее передней стороне был высечен огромный медведь, а на задней стороне гора Эльзида. Оба узора состояли из простых линий. Зубцы золотых монет были неровными. Кроме того, вокруг двух узоров была небольшая строка слов на иврите. Монета из чистого золота, отлитая племенем огромного медведя, 25 граммов в стандартном весе. По сравнению с аккуратными золотыми монетами локомотива, произведенными в Андаманском альянсе, помимо того, что она была достаточно тяжелой, что позволяло ей крутиться на рынке, эта золотая монета выглядела не очень красиво. Это может быть связано с плохими промышленными мощностями племени огромного медведя. Вернув монету обратно, Джанте вздохнул. Поскольку я немного заработал на этой ставке, я возьму на себя все расходы по строительству столицы. Я готов потратить 90 миллионов золотых монет на создание новой столицы. Племя огромного медведя только должно найти подходящее место на равнине Газдари. В настоящее время Джанте был самым богатым парнем в Северном море коридора Блэксона. Так как Джанте присоединился к закону силы золота, банк золотой птицы Рух вообще не снял у него каких-либо процентов за обслуживание. Таким образом, все 297 миллионов золотых монет были переведены на личный счет Джанте. Он мог снять их от имени Джанте или Питера Хэмплистера. Кроме того, он украл огромную сумму денег из клана Синел в городе Токи, столице герцогства Титаник. В замке Черного железа находилось 540 тонн золота, 14,68 и мыл ин золотых монет, золотые чеки на общую стоимость в 47,6 и мыл ин золотых монет и более 600 ящиков разных видов драгоценных камней, ювелирных изделий и редких металлов, общая сумма которых превышала 210 и мыл ин золотых монет. Джанте почти собрал все богатства герцогства Титаник, плюс 297 миллионов золотых монет, которые он выиграл на ставке. Личное богатство Джанте достигло более 500 миллионов золотых монет. Он был невероятно богат, он мог легко вытащить 90 миллионов золотых монет, чтобы построить свою столицу в пустыне льда и снега. Сделав это, он сможет укрепить свое доминирующее положение в пустыне и увеличить свое влияние в законе силы золота. Кроме того, после создания этого города, я смогу зарабатывать деньги при помощи многих уловок. Я рано или поздно смогу окупиться. Каждый год, город Ишиль приносит клану Спенсер 28 миллиона золотых монет. Я не думаю, что столица Священного Ледяного Королевства ценой в 90 миллионов золотых монет будет приносить мне меньше. Поняв, что Джанте был очень щедр, три старейшины племени огромного медведя замолчали, так как они не знали, что сказать. Даже общая сумма денег 8 племен медведей в пустыне не может сравниться с личным богатством Джанте. Я предлагаю создать столицу в дельте подножия горы Эльзида, что находится недалеко от реки Марии и озера Генцин. Этот район занимает более 80 000 кв. миль. Он окружен широким лесом. Недалеко от него находятся угольные шахты, медные рудники и серебряные рудники. Нам нужно будет построить всего две короткие железные дороги, чтобы соединить эти районы добычи со столицей и железной дорогой племенной конфедерации. Учитывая хорошую окружающую среду и большой потенциал развития, после создания столицы, в районе дельты озера Генцин может образоваться множество городов и промышленных парков. Кроме того, после создания столицы город может развить водные пути сообщения на основе богатого водного ресурса реки Марии и озера Генцин. Кроме того, река Марии связана с заливом Ланкост на северо-востоке пустыни льда и снега. Хотя залив Ланкост очень холодный, он замерзает всего на 4 месяца в год. В течение этого периода времени все с удовесом до 1000 тонн могут получать доступ к океану, серьезно сказал старейший Наталис. Хотя в пустыне льда и снега не было никого богачить Джанте, лучше этих старейшин пустыню не знал никто. Немного подумав, Джанте спросил, разве Серый дворец не расположен в этом регионе? Да, хорошо, тогда решено. Стройте столицу в этом районе дельты озера Генцин. Лучше чтобы Серый дворец был частью столицы. Я назначу банк Золотой птицы Рух ответственным за постройку этого города. Вам нужно будет только контролировать их работу. 90 миллионов золотых монет. Их хватит, чтобы построить гораздо более роскошный город, чем город Ишиль. Жилая территория всего города может занимать более 1000 квадратных миль. Старейший Нагаурас эмоционально вздохнул. Как только он представил себе, что через несколько лет у него будет свой собственный город в пустыне льда и снега, Джанте немного взволновался. Однако он вскоре забыл об этом. Поскольку Джанте не знал, как построить город, он просто оставит эту работу профессионалом. Затем в своей голове Джанте услышал голос, который он не слышал уже давно. Лорд замка, вы что уже забыли? Аган лучший эксперт по строительству. Если вы поручите эту задачу Агану, он будет очень счастлив. Джанте слегка опешил. Но может ли Аган покинуть замок Черного железа? Аган не может покинуть замок, однако он мог бы разработать план постройки. Если вы потратите немного времени, чтобы облететь район дельты озера Генцин, я передам Агану информацию о топографии этого района. Затем Аган разработает для вас план, и вы сможете передать его банку золотой птице Рух. Джанте действительно уважал навыки своих слуг. Так как Хеллер порекомендовал передать эту задачу Агану, я считаю, что Аган меня не подведет. Глава 758. Настоящий кусок звезды Бога решив вопрос о столице, Джанте рассказал трем старейшинам о правилах, предметах и классах школы древнего Бога. Вся школа древнего Бога была разделена на три класса. Самые распространенные верующие школы древнего Бога были первого класса. Среди верующих, те, кто мог соблюсти четыре священных дисциплины и четыре священных поступка, могут стать священнослужителем посредством жертвенных обрядов и согласия церкви. Те, кто практиковал книгу Вечности дома и в повседневной жизни вместо того, чтобы занимать должности в школе древнего Бога, могли быть белыми священнослужителями. Те, кто присоединялся к ветвям и учреждениям школы древнего Бога и желали быть священнослужителями школы древнего Бога, назывались черными священнослужителями. Черные священнослужители были разделены на четыре класса, которые основывались на их сроке прохождения и выступлении во время совершения четырех священных поступков. священнослужитель железной звезды, священнослужитель медной звезды, священнослужитель серебряной звезды и священнослужитель золотой звезды. Чтобы священнослужитель железной звезды стал священнослужителем золотой звезды, ему нужно потратить как минимум 4 года. Священнослужитель был вторым классом в школе древнего бога и основой для развития всей школы. Выше священнослужителей был класс магистериума, это был третий класс школы древнего бога. Самый низкий ранг класса магистериума был помощником, который был близок по статусу со священником Золотой Звезды. Помощники могут выступать в качестве помощников в ритуалах. У них были определенные права, как у дьяконов. После прохождения практики в Сером Дворце, помощники могли занять пост священника, кто имел право строить церкви в деревнях, в которых было менее 10 000 жителей. Позиция выше священником была епископом, который мог управлять прихожанами на территории племен разных рангов. Те, кто мог управлять прихожанами племени класса Крысы, были епископами Славы. Те, кто мог управлять прихожанами племени класса Орел, были титулованными епископами. Те, кто мог управлять прихожанами племени класса Волк, были епископами Епархии. Те, кто мог управлять прихожанами племени класса Леопард, были митрополитами-епископами. Те, кто мог управлять прихожанами племени класса Лиса, были епископами Гарнизона. Те, кто мог управлять прихожанами племени класса медведь, были патриархами. Положение выше патриарха было главным епископом, который мог управлять всеми делами школы древнего бога. Выше главного епископа был папа, позиция которого была объединена с королем священного ледяного королевства, и называлась царь. Изначальные священники всех племен пустыни льда и снега будут относиться к классу епископа. Старейшина Мокка из племени серого орла, который однажды наказал Джанте, был титулованным епископом. Хотя понтификс Орлин сохранил свой титул, его социальный статус поднялся. Он номинально правил всеми священниками пустыни и отвечал только перед Джанте. Как только структура школы древнего бога была подтверждена, вся школа древнего бога вступит в новую стадию. Я пока перевел эту часть главы, посидел. Что ты будешь делать с архипелагом Эвентра? Нам нужно отправить туда по крайней мере одного патриарха. У тебя есть подходящий кандидат? Старейшина Гаура спросил Джанте. Я не собираюсь отправлять никаких епископов на архипелаг Эвентра. Я отправлю туда одних священников. Спокойно ответил Джанте. Ах, только священников? Старейшина Гаура был слегка ошеломлен. Да. Джанте кивнул. На самом деле, помимо повышения глав племени огненного медведя, племени дикого медведя и племени морского медведя до статуса патриархов, я не буду продвигать других членов школы древнего бога. Несмотря на то, что школа древнего бога широко распространена по всей пустыне, ее фундамент все еще слаб. За последние пять лет лучшие люди всей школы максимум заслуживают статус епископа славы. Поэтому кроме трех глав и священников, которые поклялись нам в верности, я не стану награждать других священнослужителей титулами выше епископа славы. Я дам им время, чтобы они показали свой талант. Их титулы в будущем будут зависеть от их достижений. Три старейшины были умными людьми. Услышав это, они сразу поняли смысл Джанте. Причина, по которой Джанте не награждал других высокими титулами, заключалась в том, что он хотел устроить соревнования. Он хотел, чтобы все священнослужители честно конкурировали и демонстрировали свои способности. Он хотел повышать только самых талантливых. Если человек сможет укрепить веру школы древнего бога и свой статус в племени класса крысы, Джанте наградит такого человека титулом епископа славы. Если кто-то сможет укрепить веру школы древнего бога в племени класса волк, Джанте наградил бы этого человека титулом епископа епархии. В таком случае архипелаг Ивентра станет учебной площадкой в глазах всех священнослужителей школы древнего бога. Если кто-то сможет укрепить веру школы древнего бога и свой статус на всем архипелага Ивентра, я даже награжу этого человека титулом главного епископа, не говоря уже о патриархе. Однако если никто не сможет этого добиться, Джанте пожал плечами и сказал небрежно, просто пусть они будут без епископов. Я предпочитаю, чтобы места были свободными, чем поставить на них плохого человека. Для укрепления фундамента религии потребуется не менее 10 лет. Три старейшины одновременно кивнули. Эмм, я хочу использовать 10 000 бойцов из лагеря убивающего медведя племени огромного медведя в качестве воинов серого дворца и силы школы древнего бога, что вы думаете по этому поводу, спросил Джанте. У Джанте уже был молот Тора, и если добавить лагерь убивающий медведя, две самые мощные силы в пустыне льда и снега будут в руках Джанте. Эти две силы были столпами племени огромного медведя. Конечно, три старейшины сразу же согласились. Джанте успокоился, хлопнул ладонями и сказал, вот и все, что я хотел вам рассказать. Теперь мне интересно услышать, что вы хотели сказать мне. Обменявшись взглядами, старейшина Сарлин медленно сказал. Перед официальной коронацией, ты должен кое-что узнать. Да, это самый большой секрет племени огромного медведя. Уже множество поколений этот секрет знают только старейшины племени огромного медведя. Мрачно сказал понтифик Сарлин. Ах, Джанте был поражен, и спросил, что же это. Ты скоро все увидишь, пошли с нами. Вставая ответил понтифик Сарлин. Старейшина Талис покинул комнату первым. Эта комната была в Гейероне, в то время как сам Гейерон был в глубине горы Эльзида. Поэтому как только они вышли из комнаты, Джанте вошел в глубь горы, которая была раскопана людьми. В стены прохода были инкрустированы самые высококачественные флуоресцентные кристаллы. Они могли быть найдены только на ледниковом континенте. Нежный молочный блеск, излучаемый флуоресцентными кристаллами, освещал весь искусственный проход. Старейшина Талис вел их все дальше вглубь горы. Шаги четырех людей отражались ото стен. Вначале в проходе можно было встретить охранников. Но постепенно, после поворота за угол, охранников стало становиться меньше, а дверей было больше. У старейшины Талиса были ключи от этих дверей. Каждый раз, когда он открывал дверь, старейшина Талис осторожно закрывал ее после того, как все они проходили через нее. Он действовал очень аккуратно. «Куда мы идем? В зал, где старейшины племени входят в медитацию», — ответил понтифик Сарлин. Пройдя примерно один милю вперед и открыв более десять дверей, они наконец добрались до зала старейшин. Старейшина Талис открыл дверь из твердого сплава. С громким звуком «бах», толстая дверь из сплава была закрыта изнутри. Джанте начал осматривать окрестности. Это было раскопанное пустое пространство, которое занимало более 5000 кВ метров. Как большой склад, в нем было много простых инструментов. Оглянувшись, Джанте не нашел внутри ничего особенного. Пока Джанте все еще любопытно осматривался, трое старейшин переместились в три разных места и положили руки на три обычных камня в стенах зала. После этого они кивнули друг другу и сильно надавили на свои камни. В то же время, каменный стол в 20 мот Джанте отъехал, обнажив перед Джанте колодец. Джанте подошел к нему и обнаружил, что колодец был сотни метров в глубину, из темного подземного пространства и спускался слабый оранжевый луч света. Джанте посмотрел на старейшину Сорлина. Старейшина Сорлин кивнул, после чего Джанте спрыгнул вниз. Чем ближе он был ко дну, тем ярче был оранжевый луч. Джанте вскоре достиг дна и вошел в естественную горную пещеру, которая была в два-три раза больше, чем зал выше. Когда он заметил источник оранжевого луча, Джанте широко раскрыл рот. В воздухе на расстоянии более 50 им от входа висел кусок оранжевого кристалла, размером с 7-8 летнего мальчика. Он был в виде огромного кристаллического побега бамбука. Он излучал оранжевый луч, превращая эту подземную горную пещеру в страну мечты. Как только он увидел эту штуку, Джанте почувствовал мощную и особую энергию, наполняющую это пространство. Через секунду эта энергия проникла в его тело. Казалось, что она несет какое-то экзотическое свойство. Эта энергия проникала сквозь тело Джанте, как поток воды проникает через треснувший ковш. Однако это не наносило ему никакого ущерба. Постепенно луч начал становиться голубого цвета. Три старейшины уже спустились за Джанте. Они зависли в воздухе рядом с Джанте. Особая энергия также свободно проникала через их тела. Что это? Спросил Джанте. Это часть звезды бога. Что? Джанте невероятно уставился на этот кристаллический побег бамбука. Это часть звезды бога. Этот осколок нашел Эльзида, великий понтифик. Это также самое драгоценное богатство, оставленное великим понтификом племени огромного медведя. Старейшина Гаура с трепетом смотрел на кристаллический побег бамбука. Смотря за этим огромным кристаллическим побегом бамбука, Джанте был озадачен. Зачем он нужен? Этот кусок звезды бога содержит особую энергию, которая работает в царстве элементов. Царство элементов около куска звезды бога, претерпевает некоторые чудесные изменения. Получив эту часть звезды бога, славяне могут очень быстро повышать свою силу. Источник, который сводит с ума бойцов убивающих медведя, происходит от этого куска звезды бога. После коронации, в соответствии с волей Эльзида, этот кусок станет твоим. Глава 759. Вторая личность. Вечером 31 октября. Храм дворца Хуайань. Гараин. Старейшина Муинь. Старейшина Мури. Старейшина Муани. Старейшина Муи. Сидели со скрещенными ногами. Церемония вращения чакры начнется через два дня. Нам связаться с Джанте? Слегка нахмурившись спросил старейшина Муань. Поскольку Джанте не было во дворце Хуайань уже более один месяца, он немного переживал. Если бы Джанте уже не стал рыцарем, то четыре старейшины уже отправили бы людей на его поиски. Поскольку Джанте сказал, что вернется до 1 ноября, мы подождем еще три часа. Если он не вернется до рассвета, мы свяжемся с ним. Предложил старейшина Муань. Разумеется, как старейшина клана, Джанте не мог нарушать свои слова. Так как он сказал, что вернется до 1 ноября, он обязательно вернется, если не произойдет несчастный случай. Даже если бы Джанте нужно было задержаться, он заранее связался бы со старейшинами. Так как Джанте не связывался с ними, это означало, что все было хорошо. Если старейшины свяжутся с ним раньше времени, это будет означать, что они сомневались в его способностях к самозащите. Это было бы нормально, если бы Джанте все еще был невинным подростком, как раньше. Тем не менее, поскольку Джанте собирался стать старейшиной клана, они должны проявлять к нему уважение. Сегодня, старейшины других пять основных кланов страны Цзиньюн прибыли в город Иэн со своими представителями. Они поселились в их собственных особняках. Старейшины клана Ли клана Донфан из страны Целань также прибыли в город Иэн. Нормандская империя отправила своего кран-принца на церемонию вращения чакры. В последние дни также прибыли другие главы крупных кланов и представители стран субконтинента Вае, которые были тесно связаны с дворцом Хуайань. Империя Реймлана и Империя Берди также отправили членов их королевских семей в город Иэн с драгоценными подарками, сказал старейшина Муюй. Империя Реймлана и Империя Берди. Почему они это сделали? Все старейшины были потрясены, услышав имена этих двух стран. Хотя их называли империями, как и другие империи разного размера по всему континенту Вае, их империи не особо признавались. Обе страны были в плохом состоянии. У каждой из них был только один рыцарь, а именно их рыцарей один. Дворец Хуайань не имел тесных связей с этими странами. Почему они здесь? Говорят, что Чжанте встретился с их рыцарями один на обратном пути во дворец Хуайань. Поэтому хотя у их рыцарей один нет свободного времени для участия в церемонии вращения чакры, они отправили сюда нескольких представителей, объяснил старейшина Муюй. Узнав причину, другие старейшины улыбнулись и подумали. После того, как у нас появился еще один рыцарь, сюда уже пришли две незнакомые страны для улучшения отношений. Если бы не священная война, церемония вращения чакры была бы гораздо более торжественной. Из-за угрозы демонов, многие люди не могут посетить эту церемонию. Весь северный регион субконтинента Вайетхаасе, только норманская империя прибыла сюда с севера. Я помню, что когда старейшина Муюй и старейшина Мань стали рыцарями, представители пять северных стран присутствовали на церемонии вращения чакры. Вздохнул старейшина Мури. В хаотичном мире рыцари имеют невероятную ценность. Хотя на этой церемонии может быть и меньше людей, все понимают, что с появлением еще одного молодого старейшины, дворец Хуайань стал намного сильнее. Хаймым, как обстоит ситуация на севере, суперкорпус демонов уже был найден. С момент битвы при городе Аптон, генерал демонов и суперкорпус исчезли. Я боюсь, что они восстанавливают свои потери. Я не слышал о них никаких сообщений. Кланы Трехглаза и Ассоциации реорганизуют на севере множество демонизированных марионеток, и постепенно и неуклонно приближаются к Нормандской империи. Нормандская империя и все другие человеческие страны на севере также ускорили темпы эвакуации населения. В последнее время на севере довольно-таки тихо. Однако вчера бизнес-группа «Длинного ветра» получила новости. Пустыня льда и снега и архипелаг Ивентра в Северном море объявили об объединении. Они основали новую страну под названием Священное Ледяное Королевство. Человек по имени Питер Хэмплистер уже был коронован как царь Священного Ледяного Королевства. Он правит всей пустыней и архипелагом Ивентра и не имеет себе равных в Северном море. Я помню, что у каждого племени медведя в пустыне льда и снега есть как минимум по одному рыцарю. У самого сильного, племени огромного медведя даже есть три рыцаря. Как Питер Хэмплистер объединил всю пустыню льда и снега, все старейшины были потрясены этими новостями. Согласно информации бизнес-группы «Длинного ветра», Питер Хэмплистер – это тот самый герой, который спасет всех славян из пророчества пророка-понтифика славян. Когда он пришел в пустыню льда и снега пять лет назад, он обрел верность племени огромного медведя. Кроме того, он остановил там бедствие демонизированных марионеток. Помимо завоевания доверия двух главных племен пустыни льда и снега, он даже основал школу древнего бога и завоевал множество верующих. На этот раз он убедил весь архипелаг Ивентра. Если верить информации, то то как Питер Хэмплистер убедил архипелаг Ивентра, было удивительным. Все свидетели говорят, что Питер Хэмплистер был воплощением древнего бога. Говорят, что даже Посейдон помог ему уничтожить флот архипелага Ивентра, после чего он обезглавил рыцаря империи священного света. Объяснил старейшина Муань. Так называемая воля бога была бредом в глазах старейшин дворца Хуайань. Они четко знали правила этого мира. Если бы божья воля действительно существовала, не было бы никакой священной войны. Питер Хэмплистер – яростный и сильный человек. Нам лучше уделять ему больше внимания. Серьезно предложил старейшина Мури. Гуаньси, исполнительный директор банка Золотой птицы Рух отправился на архипелаг Ивентра на воздушном корабле, а затем подвез Питера Хэмплистера в пустыню льда и снега. Гуаньси даже присутствовал на ритуале коронации Питера Хэмплистера. Услышав это, другие старейшины были слегка ошеломлены. Они обменялись взглядами друг с другом, прежде чем выдавить горькую улыбку и подумать. Банк Золотой птицы Рух действительно что-то с чем-то. Так как там присутствовал исполнительный директор Гуаньси, это означает, что Священное Ледяное Королевство имеет поддержку банка Золотой птицы Рух. Возможно, обе стороны уже достигли соглашения. Священное Ледяное Королевство может стать ключевой базой и представителями народа Хуана Субконтинент Ивайи. В таком случае бизнес-группа Длинного ветра должна наладить с ними связи и найти выход для Дворца Хуайань в Северное море. Это может пригодиться в будущем. В таком случае мы должны заставить бизнес-группу Длинного ветра связаться со Священным Ледяным Королевством и отправить туда высокопоставленного офицера, чтобы создать там бизнес-группу. Хэм, мы можем отправить Джан Тайбая на встречу с Питером Хэмплистером от имени Дворца Хуайань. Согласен. Затем сердца четырех старейшин ускорились, и они обменялись взглядами друг с другом. Вскоре после этого они одновременно вышли из храма. Когда они подошли к воротам, они подняли головы и увидели, как в их сторону летит метеорит. Фух. Старейшина Мойнь выдохнул, слава богу, что он вернулся. Четыре старейшины улыбнулись и почувствовали облегчение. Метеор вскоре прибыл на гору Иэн, и перед ними приземлилась фигура. Прошу прощения за опоздание. Джан Те с улыбкой сложил руки в сторону четыре старейшин. Джан Те покинул пустыню льда и света до рассвета. После более чем девять часов полета и семь часов путешествия в океане, Джан Те наконец добрался до префектуры Хуайань. Никто не поверил бы в такую удивительную скорость. Затем все они вернулись в комнату в храме, где старейшины обычно обсуждали события. Как только Джан Те сел в кресло, старейшина Мойю улыбнулся. Только что мы говорили о тебе. Ты пропал на месяц, и если бы ты не вернулся через пару часов, мы бы использовали кристалл дистанционного зондирования. Хайм им. Все это время я был в пустыне льда и снега. Джан Те ответил и почесал лицо. Он думал, что пришло время сказать правду старейшинам дворца Хуайань. Старейшины были ошеломлены. В последние дни в пустыне льда и снега произошло большое событие. Ты встречал Питера Хэмплистера? Спросил старейшина Мури. Если честно, то я и есть Питер Хэмплистер. Джан Те застенчиво почесал голову. Ах, чашка в руке старейшины Мойня упала на пол и разбилась. Глава 760. И к дальнозоркости старейшинам казалось, что они слушали сказку, когда Джан Те описывал свой опыт на пути из префектуры Хуайань в пустыню льда и снега пять лет назад. Джан Те объяснил волю бога в подземных реликвиях словом магия. Хотя это была магия, только Джан Те знал секрет. Поскольку это было тайной Джан Те, четыре старейшины не вынуждали его раскрывать ее. Что касается огромного глубоководного монстра, Джан Те сказал им, что это питомец, которого он приручил. Питомец старейшинам пришлось принять это объяснение. Рассказав им о своем опыте создания Священного Ледяного Королевства, Джан Те стал непредсказуемым в глазах четырех старейшин. Джан Те казалось был окружен туманом, когда они думали, что четко видят его, на самом деле они просто смотрели на один маленький уголок айсберга. Слава богу, что этот парень является отпрыском дворца Хуайань. Вот и все. Теперь только исполнительный директор Гуаньси из банка Золотой Птицы Рух и трое старейшин племени огромного медведя знают мой истинный статус, сказал Джанти, то есть ты можешь командовать всеми племенами пустыни льда и снега и главными кланами архипелага Эвентра. Старейшина Мури шокированно смотрел на Джанти. Священное Ледяное Королевство сейчас находится в сложной ситуации. Все силы на моей стороне можно разделить на пять частей. Во-первых, племя огромного медведя. Я самый влиятельный в этом племени. Три старейшины этого племени могут оказать мне самую большую поддержку в случае необходимости. Однако я не могу иметь абсолютную власть в этом племени до тех пор, пока не будет создана столица Священного Ледяного Королевства. Во-вторых, архипелаг Эвентра. Ни один из главных кланов архипелага Эвентра не может сопротивляться мне. Пока мои просьбы не слишком чрезмерны, они последуют моим словам. В-третьих, племя Железного Медведя. Номинально это племя принадлежит мне. Я их защитник. Кроме того, у этого племени нет со мной конфликтов интересов. Однако клан Спенсер имеет свои собственные интересы. Кроме того, у этого племени также есть рыцарь. Он очень хитрый и агрессивный. В общем, мы просто сотрудничаем. В-четвертых, племя Горного Медведя, племя Черного Медведя и племя Демонического Медведя. Поскольку эти три племени совершили ошибку, они в определенном смысле идут со мной на компромисс. Я могу в определенной степени определить кандидатов на пост следующего главы их племен. В мелких вопросах они будут следовать моим приказам. Однако, когда дело доходит до больших вопросов об интересах, мои слова не будут работать. В-пятых, племя Дикого Медведя, племя Огненного Медведя и племя Морского Медведя. Они все до сих пор остаются независимыми. Они поддержали меня в объединении пустыни льда и снега, а я поддержал их в создании их собственных режимов. Все между мной и этими тремя племенами основано на обмене интересами. Если мне понадобится их услуга, я должен предоставить равные условия обмена. Услышав представление Джанте, старейшины дворца Хуайань наконец поняли, что Священное Ледяное Королевство не было настолько единым, как оно казалось. Однако так как Джанте мог так точно все понять, это указывало на то, что он уже повзрослел. Он очень точно судил о внутренней ситуации стоящей перед Священным Ледяным Королевством. Казалось, что трон царя не озадачил его. После слов Джанте ненадолго наступила тишина, так как четыре старейшины не знали, что сказать. Через 10 секунд тишины, старейшина Муэй слегка кашлянул. Эта тема является высшим секретом дворца Хуайань. Давайте сделаем так, чтобы только старейшины дворца и глава знали об этом. Согласен, согласен, согласен. Старейшины одновременно кивнули. Хэм, давайте закончим на сегодня. Я боюсь, что Джанте должно быть устал с дороги. Хорошо отдохни сегодня. Старейшина Муэй сказал Джанте. Джанте кивнул. Затем Джанте кое-что вспомнил. Эм, я слышал, что рыцари должны получить какие-то пластины на горе Яркости. Где находится эта гора Яркости? Гора Яркости находится в городе Тиньфан на территории клана Лань. Это действительно необходимый шаг на пути становления рыцарем. Если ты завтра свободен, я могу отвезти тебя туда. С энтузиазмом сказал старейшина Мури. Хорошо. Во сколько? В шесть часов утра. Встретимся около храма. Хорошо. Я буду ждать старейшину Мури в шесть утра. Джанте сложил руки в сторону старейшины Мурия. Старейшина Мурия улыбнулся. Старейшина Муин повел Джанте к вершине горы расположенной за горо Ян. Обе стороны горной тропы были покрыты густыми лесами и цветами. Горный путь состоял из аккуратных каменных ступеней. По обеим сторонам от ступеней на фиксированном расстоянии были придорожные лампы, освещающие путь. Джанте обнаружил, что они направляются не туда, где он жил в прошлый раз. Старейшина Муин, куда мы идем? Я не так шел в прошлый раз. Вокруг горы Ян есть 11 горных вершин. Каждый старейшина дворца Хуайон имеет свой собственный горный пик. Поскольку ты шестой старейшина дворца, тебе теперь принадлежит пик дальнозоркости. Шестой пик горы Ян. В прошлый раз на твоем пике еще не было ничего, но теперь все готовы. Я отведу тебя туда. С этого момента ты будешь жить на пике дальнозоркости. Джанте просто улыбнулся. Всего через пару минут они прибыли в павильон на пике дальнозоркости. Павильон занимал более 6000 кВМ. Это была традиционная постройка Хуа, состоящая из террас и открытых залов, пересекающихся садов и бамбуковых лесов. С определенного места на пике дальнозоркости Джанте мог смотреть на океан и весь город Ян. Он также мог видеть павильоны других старейшин. Более 20 человек ждали Джанте и старейшину Мойня за воротами павильона. Эти люди являются твоими слугами и дьяконами клана, которые будут служить только тебе. С этого момента ты можешь поручать им что угодно. Старейшина Мойнь сказал Джанте. Посмотрев на них, Джанте показал странное выражение лица. Потому что все они были красивыми девушками Хуа в возрасте от 20 до 30. При виде их, Джанте показалось, что он попал в Шангрила. Неужели все старейшины имеют такое обращение? Но они, похоже, не заинтересованы в женщинах. Джанте странным взглядом посмотрел на старейшину Мойня. Старейшина Мойнь слегка покраснел. Он, казалось, уже догадался, о чем думал Джанте. Затем он ответил. Им они специально подготовлены для тебя. Слуги других старейшин в основном мужчины. Для меня, Джанта и сразу понял намерение этих старейшин. Казалось, что они подбадривали его родить еще детей. Смотря на этих красавиц, Джанте вздохнул внутри. Они слишком много думают об этом. Затем старейшина Мойнь убежал. Как только старейшина Мойнь ушел, взгляды девушек стали смелыми. Джанте почти не мог больше терпеть. Однако проведя в пустыне льда и снега столько дней, Джанте был более невосприимчив к таким романтическим делам. Джанте просто улыбнулся. После этого Джанте сказал толстенькой женщине в одежде дьякона. Я немного устал сегодня. Я хочу немного отдохнуть. Отведи меня в мою спальню. Хорошо, сэр. Эта женщина подняла голову и взглянула на Джанте, прежде чем начать показывать путь. Она привела Джанте в спокойный внутренний двор, где находился красивый триэтажный домик. Это было место жительства Джанте. Все в доме было комфортным, простым и изысканным. Джанте был очень доволен им. Старейшина, вам нравится эта планировка и стиль? Если нет, эта ученица попросит кого-то изменить все. Женщина дьякон почтительно спросила Джанте. Хэм, все в порядке. Не нужно ничего менять. Здесь есть комната для тренировок. Она находится в подвале. Вход находится в кабинете. Вы хотите, чтобы я отвела вас туда? Хэм, не нужно. Кстати, как тебя зовут? Старейшина, вы можете называть эту ученицу? Юй Юлань. Немного покраснев, ответила женщина. Джанте почесал лицо, так как он не привык слушать, как женщина, которая была намного старше его, называла себя перед ним ученицей. Тебе не нужно называть себя ученицей передо мной. Говори я или Юлань. Тоже передай и всем остальным. Хорошо, эта ученица поняла. Джанте немного беспомощно посмотрел на нее. Затем она поняла, какую ошибку она совершила. Ее щеки стали краснее, и она поспешно исправилась. Хорошо, сэр Ю. Юлань поняла. Ты знаешь, почему старейшины отправили вас сюда? Да немного. Дьякон Юй опустила голову, и ее лицо стало совершенно красным. Джанте хлопнул себя по лбу. Кажется, что дворец Хуайань действительно принимает меня за жеребца. Мне действительно интересно, как эти старейшины отдали этот приказ. Неудивительно, что они бросали на меня такие странные и застенчивые взгляды. Оказывается, они были готовы пожертвовать собой. Учитывая твой внешний вид, ты должна быть ЛВ-11. Где ты училась? Небрежно спросил Джанте. Юлань 8 лет назад тренировалась на острове Скрытого Дракона. Застенчиво ответила Дьякон Юй. Джанте слегка расширил рот. Кажется, что это Юй Юлань, моя старшая ученица. Джанте не знал, что сказать. Кхем, кхем, уже слишком поздно, я хочу спать. Ты так же иди отдыхай. Дьякон Юй прикусила губу, и тихо спросила. Старейшина, какую девушку вы предпочтете? Я приглашу ее сюда, чтобы она составила вам компанию. Джанте слегка покраснел. М нет необходимости. Можешь уходить. Хорошо, сэр. Дьякон Юй бросила еще один взгляд на Джанте, прежде чем сдержанно покинула комнату. Она закрыла дверь, и оставила Джанте в одиночестве. Джанте горько улыбнулся. После церемонии вращения чакры я стану старейшиной клана. И затем я отправлю их по домам. Я действительно не вынесу такого особого обращения. В этот момент Джанте понял, что он не входил в замок черного железа уже более месяца. Он задавался вопросом, сколько фруктов он получит от маленького дерева после его поездки в пустыню льда и снега. Однако, учитывая то, что завтра я отправлюсь на гору яркости, плюс то, что это не подходящее для этого места, я не буду этого делать. Поскольку остальные старейшины находятся на горе, и будет трудно объяснить, если они заметят, что я исчез. Поэтому Джанте просто лег на удобную кровать и уснул. Глава 761. Город Тинфан рыцари не могли просто культивировать и сражаться. При правильном расслаблении, они могут поддерживать большую жизнеспособность и иметь более чувствительное мышление. Поэтому Джанте не особо торопился. Поскольку он еще далек от образования своей чакры земли, Джанте успокоился. Многие черные рыцари не могли пробиться дальше и за 100-200 лет. Утренний воздух в горах Иэн был кристально чистым. Глубоко вдохнув этого свежего воздуха, Джанте почувствовал прилив сил. Проснувшись, Джанте принял ванну. Затем он надел новый набор одежды, прежде чем покинуть свой пик и отправиться в храм. В павильонах старейшин находились всевозможные предметы, в том числе сотни нарядов, шляп, обуви и носков разных стилей. Все нужды предоставляемые старейшинам клана были товарами высочайшего класса. Возьмите например черную мантию на Джанте, хотя она была похожа на обычную шелковую одежду. Диакон Юй сказала ему, что она сделана из особого шелка питона с восточного континента. Шелк питона был редкостью. Было сказано, что 50 г шелка питона стоила 5 кг золота. Поскольку на субконтинент Вае продукты из шелка питона были импортированы с восточного континента, они были невероятно дорогими и редкими. Шелк питона не привлекал пыль. Благодаря своей особой гибкости, его нельзя было пронзить обычными болтами. Он выглядел красиво, чисто и аккуратно, как естественные мягкие доспехи. В дворце Хуайань изделия из шелка питона были особым обращением. Их могли использовать только старейшины клана и некоторые крупные фигуры клана Джан. Помимо мантили, даже верхняя одежда, подкладка и брюки были изготовлены из первоклассного сырья. Даже туфли Джанти были идеально подогнаны под него. Пробыв на горе Иин всего полдня, у Джанти уже было особое ощущение, как же хорошо быть старейшиной клана. Это было только начало. Джанти знал, что привилегии старейшин дворца Хуайань не остановятся на дорогих вещах и красотках. Продолжая дышать свежим воздухом горы Иин, Джанти не спеша удалялся от пика дальнозоркости. Когда он прибыл в храм, еще не было шесть часов. Подождав пару минут, старейшина Мурей прибыл вовремя. Поняв, что Джанти прибыл сюда слегка раньше, старейшина Мурей слегка кивнула его мнение о Джанти слегка выросла. Хотя это было тривиально, это указывало на важность дворца Хуайань в сердце Джанти. Хотя он был доволен внутри, старейшина Мурей не показывал этого на своем лице. Поздоровавшись с Джанти, он сказал, пошли. Вскоре после этого он поднялся в воздух. Старейшина Мурей летел впереди Джанти. Поднявшись выше облаков, на высоту в десятки тысяч метров, они оба помчались на север. Префектура Сянь, принадлежащая клану Лань, была соседом префектуры Хуайань. Город Тэнь в самой северной части префектуры Хуайань находился рядом с городом Шанцзян. Клана Лань их разделяла только река Юаньцзян. Тем не менее город Тэнь был продан Нормандской империи. За последний месяц, по мере эвакуации большого количества людей Хуа, помимо города Тэнь, город Юнчжоу, город Цеха и города Синьцы также были проданы. Нормандская империя объединила город Тэнь, город Юнчжоу и город Цеха и сформировала прочную основу на северном берегу реки Юаньцзян. Город Синьцы был продан союзу наемников коридора Блэксона. После продажи четыре городов, дворец Хуайань имел всего три прибрежных города, соответственно город Иин, город Золотого моря и город наблюдения за звездами. Среди них, город Иин был ядром дворца Хуайань и клана Чжан. Город Золотого моря был важной промышленной и производственной базой дворца Хуайань. Город наблюдения за звездами был самым северным порталом и лагерем корпуса ураган дворца Хуайань. Подобно твердой стальной треноге, три города стали последней базой дворца Хуайань в коридоре Блэксона. Старейшина Мурии двигался на скорости 800 миль в час, что было выше, чем крейсерская скорость Чжанте. Подумав немного, Чжанте понял, что старейшина Мурии проверяет его способности к полету. Эта скорость была намного быстрее средней скорости большинства рыцарей черного железа. Поскольку гора яркости не так уж далеко, старейшине Мурию нет смысла лететь так быстро. Это могло бы сработать, если бы старейшина Мурии тестировал других новых рыцарей. Однако перед Чжанте это было похоже на проверку способности плавать у рыбы. Крейсерская скорость Чжанте находится в районе 700 миль в час. Он вполне легко мог добавить 10%. Чтобы добраться от города Хуайань до города Таинь, двум рыцарям понадобилось всего полчаса. С их перспективы, в город Таинь с севера один за другим летели дирижабли, выгружая пассажиров. На данный момент более 70% дирижаблей класса, ярость произведенных дворцом Хуайань, были проданы Нормандской империи и использовались для эвакуации населения всей империи. Они вскоре перелетели реку Юаньцзян. После этого старейшина Мурии понял, что Чжанте вообще не устал. Поэтому он обновил свое мнение о способностях Чжанте, после чего он снизил скорость до 600 миль в час. «Ты культивируешь с утра у пяти элементов?» Старейшина Мурии спросил Чжанте при помощи секретного духовного метода. «Хаймым, да». Спокойно ответил Чжанте. Старейшина Мурии сомнительно посмотрел на белую защитную Цжанте. «Неужели с утра пяти элементов улучшает способности к полету?» «Я не знаю. Возможно, но мое физическое тело улучшилось после удара молнии. Я также чувствую разницу между моей с утра пяти элементов и с содержанием в секретной книге». Чжанте начал превращать свою боевую ЦИ. В мгновение ока его защитная боевая ЦИ стала такой же гибкой, как вода, а белый свет, который представлял золото, стал фиолетово-черным, что представляло воду. После этого он превратился в зеленый, который представлял собой дерево. Затем он превратился в красный, как огонь. Наконец он превратился в желтый, который представлял землю. После становления рыцарем, культиватор этой сутры мог свободно конвертировать свою боевую ЦИ среди пяти элементов и превратить свою боевую ЦИ в боевую ЦИ пяти элементов. Чжанте только что показал эту способность. Смотря на действия Чжанте, старейшина Мурии больше не сомневался в нем. Вместо этого он вздохнул. «Тебе лучше в будущем не раскрывать того факта, что ты был поражен молнией. В противном случае я боюсь, что многие ученики дворца захотят пережить удар молнии. Ха-ха, хорошо!» Чжанте ответил с улыбкой. После становления рыцарем, Чжанте получил особое сознание рыцаря от сутры королевской птицы Рух. Он мог подражать почти всем видам боевых ЦИ ниже секретного знания императорского уровня, с которым он был знаком. Для того чтобы сымитировать любую боевую ЦИ, ему нужно было просто прочитать это секретное знание. Пролетев более 700 миль на северо-восток вдоль города Шаньцзян, Чжанте увидел город окруженный зелеными горами. Он был небольшим, но в нем была ненавязчивая элегантность городов клана Лань. Старейшина Мурии приземлился на вершине горы за городом. После этого они спустились с горы и вошли в город через южные ворота. Как только Чжанте ступил на дорогу из голубого камня, он почуял богатый аромат цветов. Всевозможные экзотические цветы были высажены по обе стороны городских дорог. Весь город был похож на большой сад, а чем свидетельствует его название – город Тиньфан. Это здесь находится гора яркости. Чжанте имел безграничное любопытство к горе яркости. Пройдя более 20 минут, Старейшина Мурии остановился в отдаленном переулке. Мы на месте. Чжанте глупо осмотрелся. Старейшина Мурии указал на обычный ломбард перед ними. На вывеске ломбарда было три иероглифа Хуа. Почти половина краски выцвела. Она выглядела невероятно жалко. Чжанте некоторое время был ошеломлен. Это и есть гора яркости. Самый мощный союз человеческих рыцарей на субконтиненте Вае. Боже мой, даже посольство империи священной золотой орхидеи в стране Цзиньюн выглядит намного более продвинутым, чем это место. Если бы не торжественный взгляд Старейшины Мурия, который напомнил Чжанте, что это не шутка, он давно бы развернулся и ушел. Глава 762. Открытие двери в мир рыцарей, часть 1. Войдя в ломбард, Чжанте увидел парня в голубой одежде дремлющего за прилавком, создав на прилавке лужицу слюны. Вся мебель в ломбарде казалось была старой, она потеряла свой блеск. Весь ломбард был наполнен ароматом дыма и чая. Сравнив грозный термин гора яркости с таким сломанным ломбардом, Чжанте бросил взгляд на Старейшину Мурия. Кхем-кхем. Старейшина Мурия кашлянул, но парень все равно не проснулся. Старейшина Мурия выглядел несколько смущенным и снова кашлянул. На этот раз парень наконец-то проснулся. Когда рука, которая поддерживала его голову, соскользнула, его голова мгновенно ударилась о прилавок, и его лицо упало в лужу слюны. «Кто-кто намочил меня?» — закричал парень, размахивая руками. Когда он ясно увидел Чжанте и Старейшину Мурия и заметил свою слюну на прилавке, он вытер ее с лица при помощи рукава. Это действительно-действительно удивительно. Чжанте был настолько потрясен, что потерял дар речи. «Где твой босс?» — вежливо спросил Старейшина Мурия. Вчера в павильон их он прибыло шесть новых девственниц. Этот старик еще не вернулся. Парень, похоже, жаловался, что этот старик не взял его с собой. Немного побушевав, он посмотрел на Чжанте и Старейшину Мурия. Когда он посмотрел на Чжанте, его глаза сверкнули. «Зизи, я не ожидал увидеть нового рыцаря на субконтиненте Ваи». Чжанте думал, что это место не имеет ничего общего с горной яркости. Однако последние слова этого парня поколебали его разум. Так как Чжанте скрывал свою ци, даже рыцарь не мог узнать его статус рыцаря. Как этот парень смог узнать его? Чжанте сразу уже перестал подозревать. «Вам повезло. Так как это важное дело, старик обязательно узнает об этом. Он скоро вернется». Вскоре после слов парня, Чжанте услышал снаружи шаги. Затем худой старик с белыми усами и валой одежде с цветочными узорами ворвался внутрь. Кроме того, на его лице был небольшой след от губной помады. «Какой бесстыдный старик. Ах, кто вы? Почему вы пришли сюда в такой критический момент? Какие же вы обломщики», — выругался старик. Даже старейшина Мурия, старейшина с самым плохим характером во дворце Хуайань, молчал с большой улыбкой перед этим стариком. Затем старик сказал парню открыть узкую защитную дверь рядом с прилавком и вошел. Как только он вошел внутрь, старик стукнул парня пальцем по голове, заставив парня подняться из-за острой боли. «Ты чертов, Соня, это ты обо мне так плохо говорил?» «Ах, конечно же нет». Парень коснулся своей головы с блестящими глазами, словно невинный кролик. «Работай усерднее. Не думай без остановки о женщинах. Посмотри на себя, у тебя даже еще волосы на лапке не выросли. Так как сейчас такая хаотичная ситуация, в следующем месяце я увеличу твою зарплату на два серебряные монеты. Когда ты соберешь 20 золотых монет, я найду тебе девственницу класса А». Сказав это, старик прогнал парня перед тем, как сесть на место за прилавком и посмотреть на Джанти и старейшину Мурия. После входа этого старика, Джанти при помощи сознания рыцаря осознал, что все пространство ломбарда было запечатано. Хотя дверь была открыта, все звуки изнутри не могли просочиться наружу. Старейшина Мурия бросил взгляд на Джанти, затем Джанти подошел к прилавку. Старик бросил на Джанти серьезный взгляд, прежде чем спросить с нетерпеливым взглядом. Имя – Джанти, возраст – 22. Твой номинальный возраст. Старик посмотрел на Джанти, как будто смотрел на неграмотного, как ты мог не включить 10 месяцев, проведенные в утробе матери. Вы – молодые люди, выросшие в отдаленных районах, таких как субконтинент Вае, непостоянны. Вы ничего не знаете, как ты можешь не знать сущность культуры Хуа. Возраст. На этот раз Джанти полностью проиграл этому старику. 23. В каком клане ты родился? Дворец Хуайань, страна Цзинюнь. Горизонтально протяни свою правую руку. Джанти протянул правую руку. Затем старику щипнул каждый палец правой руки Джанти. После этого он вытащил из-под прилавка иглу и быстро тыкнул в палец Джанти. Выдавив немного крови, он вытащил из-под прилавка белую кристаллическую пластину в форме дракона и капнул кровью на два глаза кристалла. После того как на него попала кровь Джанти, белый кристалл мгновенно стал синим, как сапфир. Введи свою духовную энергию в кристалл. Затем Джанти ввел свою духовную энергию в пластину. Затем кристалл начал светиться. Наконец над кристаллом появились тотемы в форме драконов. Сделав вокруг кристалла один круг, тотемы вошли в кристалл и превратились в блестящую чешуйку дракона на кристалле. Сделав все это, старик вытащил ярко-желтый кристалл из-под прилавка и передал его Джанте вместе с кристаллической пластиной в форме дракона. Все готово. Смотря на ярко-желтый кристалл, старейшина Мурей слегка нахмурился. Почему только один кристалл элемента земли? Разве их не должно быть два? Скажи спасибо, что вам удалось получить хоть один кристалл. Это простая форма поощрения. А сколько ты хочешь, ящик? Старик закатил глаза и продолжил, где деньги? Старейшина Мурей достал золотые чеки и положил их на прилавок. При виде номинальной стоимости чеков, Джанте был поражен. Каждый из четыре золотых чеков стоимостью в один миллион золотых монет. Это самая большая номинальная стоимость, которую может выпускать банк золотой птицы Рух. Эти обычные предметы стоят 4 миллиона золотых монет, 100 тонн золота. Джанте шокированно смотрел на два предмета весом менее 250 г. Убрав золотые чеки, старик казалось понял о чем думал Джанте. Затем он бросил взгляд на Джанте, прежде чем недовольно объяснять. Ты думаешь, что кристаллическая пластина Рыцаря простой предмет? Кроме горы яркости, ты нигде в мире не сможешь найти такие. И то это цена с учетом того, что ты человеческий Рыцарь. Этот предмет – это твой доступ к миру Рыцарей. После того, как ты введешь в нее духовную энергию, ты поймешь, стоит ли она 4 миллиона золотых монет или нет. Услышав это, Джанте прямо ввел свою духовную энергию в кристаллическую пластину Рыцаря. После введения духовной энергии, Джанте увидел абзац слов в своем море разума. Они описывали значение использования этой кристаллической пластины. Из-за его сильной духовной энергии, Джанте потребовалось менее 1 секунды, чтобы прочитать весь абзац. Затем он широко раскрыл рот. В основном эта кристаллическая пластина Рыцаря имела три функции. Во-первых, эта кристаллическая пластина показывала статус Джанте как Рыцаря. Она была полностью связана с Джанте. Только Джанте мог использовать и активировать некоторые особые функции этой кристаллической пластины. Только люди с кристаллическими плитами Рыцаря могли получить доступ ко многим таинственным человеческим регионам в подземном мире. Это было похоже на удостоверение личности каждого Рыцаря. Кроме того, эта кристаллическая пластина Рыцаря установила определенную таинственную связь с Джанте. Если Джанте умрет, гора яркости первыми узнают об этом. Вторая функция этой кристаллической пластины была более изумительной. Глава 763. Открытие двери в мир Рыцарей. Часть 2. Хотя он был Рыцарем, у Джанте было только неясное чувство касающееся его культивирования. Тем не менее он мог ясно видеть свой прогресс культивирования и уровень на пластине Рыцаря. Кристаллическая пластина Рыцаря Черного Железа была синей. Пока Рыцарь формировал чакру Земли, форма чакры будет отображаться на пластине как круглый узор. Из-за разных методов культивирования, некоторые круглые узоры были простыми, а некоторые из них были сложными. Так как они были круглыми, они состояли из 360 градусов. То есть, как правило, все чакры можно разделить на 360 частей. После зажжения 360 частей, это означало, что Рыцарь сформировал новую чакру и продвинулся на следующий уровень. В мире Рыцарей, 360 частей чакры назывались Чешуей, Чешуей Дракона. Чтобы стать земным Рыцарем, человеку нужно зажечь все 360 чешуек. На кристаллической пластине был рельеф дракона, на котором было 360 мелких чешуек. Когда Джанти активировал кристаллическую пластину, одна чешуйка стала ярко-желтого цвета. Это указывало на то, что Джанти зажег один из 360 чешуек, необходимых для формирования земной чакры. В тот момент, когда Рыцарь получал земную чакру, вся кристаллическая пластина становилась ярко-желтого цвета. Какая удивительная функция! Однако узнав о третьей функции кристаллической пластины, Джанти стал еще больше ошеломлен. Третья функция кристаллической пластины напомнила Джанти об описании информационной сети интернете, которую люди придумали до катастрофы. Прежде чем прикоснуться к кристаллической пластине Рыцаря, Джанти даже не представлял себе, что в этой эпохе может существовать такой предмет. Он думал, что кристалл дистанционного зондирования уже был высокотехнологичным. Кристалл дистанционного зондирования, который можно было использовать для передачи информации, уже был редким. Эта кристаллическая пластина была более мощной, с еще более особыми функциями. После сочетания со сверхмощной духовной энергией Рыцаря, эта пластина имела некоторые исключительные функции, о которых Джанти даже не слышал раньше. Проведя два секунды в ступоре, Джанти ввел свою духовную энергию в зеркальное пространство кристаллической пластины Рыцаря. Как только его духовная энергия вошла в зеркальное пространство кристаллической пластины Рыцаря, Джанти почувствовал, что его духовная энергия связалась с особым информационным морем в зеркальном пространстве внутри кристаллической пластины. Его духовная энергия превратилась в особую волну. Это информационное море было наполнено особой яркостью, которая, казалось, находилась в миллиардах милет Джанти, но казалось, что она была прямо перед Джанти. Добро пожаловать на гору яркости, человеческий рыцарь. В голове Чжан Ти раздался мужской, достойный голос. После того, как голос затих, в море сознания Чжан Ти появился абзац слов. Слова излучали слабый голубой свет. Владелец кристаллической пластины рыцаря, Чжан Ти Раса, Хуаклан, дворец Хуайань, текущий уровень, рыцарь черного железа, прогресс, культивирование, один чешуйка, прозвище на горе яркости, лев чакры, личный счет, 100 000 золотых монет. Эта информация появилась в море разума Чжан Ти. Чжан Ти знал, что только он мог видеть эту индивидуальную информацию. Прозвище на горе яркости было привязано к пластине. Эти прозвища не выбирались самостоятельно. Это прозвище было тайной всех рыцарей. Они не могли раскрывать их даже своим родителям, женам или детям. Множество человеческих рыцарей было убито после раскрытия своего прозвища на горе яркости. Личный счет был отдельным счетом Чжан Ти в организации горы яркости. Излишне говорить, что 100 000 золотых монет были списаны с 4 миллионов золотых монет, которые только что заплатил старейшин Амурий. Чтобы активировать некоторые функции пластины, он должен был платить. Рыцари могут вносить или выводить деньги с этого счета. Четыре банка были доступны для человеческих рыцарей на горе яркости, а именно банк золотой птицы Рух, банк Сюань Юань и банк Панго из страны Тайся, а также межконтинентальный банк из западного континента. После того, как эта информация исчезла, Чжан Ти открыл первую страницу газеты перед собой. В верхней части первой страницы было четыре иероглифа Хуа, которые излучали золотой свет, гора яркости. Ниже этих иероглифов были некоторые сообщения. Первое сообщение гласило. Крепость Льва в царстве земного элемента ищет рыцарей 1. Второе сообщение. Рыцари, которые направляются к Третьей Бездне для поимки подземных драконов, Пожалуйста, внимание! В Третьей Бездне обнаружены древние демоны бронзового класса. Чжан Ти ввел немного духовной энергии в первое сообщение, и в голове Чжан Ти появилось несколько строк и карта. Это была очень детальная карта, которая вела людей из мира над землей к крепости Льва в царстве земного элемента. Прямо под картой были описаны условия рыцарей 1. Рыцарь черного железа, два кристалла элемента земли в месяц. Сохранение всей добычи. Пробыв в крепости Льва всего пять лет, вы будете иметь право оставить свое имя в списке небесной удачи и будете награждены титулом лорда. Земной рыцарь 1 кристалл элемента воды в месяц. Сохранение всей добычи. Пробыв в крепости Льва всего два года, вы будете иметь право оставить свое имя в списке небесной удачи и будете награждены титулом лорда. Карта была очень ценной. Посмотрев на нее, Чжан Ти запомнил все детали. Вскоре после этого он вышел из первого сообщения и вернулся на первую страницу. Ниже этих уведомлений было три зеленых слова «Награда за охоту», «Торговля товарами», «Обмен информацией». Джанте пробежался по всем разделам. В разделе «Награда за охоту», Джанте увидел живой мрачный образ рыцаря-демона, ниже которого было описание и несколько фотографий. На фоне фотографий были развалены города и многочисленные человеческие трупы. Дорюба, демон-рыцарь черного железа 27 сентября совершил набег на столицу королевства Филин, государство Альянса Человеческих Стран Святого Диаса, и уничтожил членов королевской семьи королевства Филин. Кроме того он убил более 267 000 невинных людей. Дорюба культивирует сутру черного демона, он является очень сильным. Предполагается, что он зажег по меньшей мере 200 чешуек на своей земной чакре. Вознаграждение – 45 миллионов золотых монет. После становления рыцарем, люди могли выполнять разные задания, а также сами выдавать их. Под этим рыцарем-демонов был длинный список имен рыцарей-демонов или рыцарей из трехглазой ассоциации. Минимальная сумма вознаграждения за них составляла 10 миллионов золотых монет. Находясь на субконтиненте Вае, Джанте видел менее 10 рыцарей-демонов и рыцарей из трехглазой ассоциации. Однако в списке имен содержалось по меньшей мере 300 рыцарей-демонов и рыцарей ассоциации. Смотря на список имен, Джанте действительно почувствовал ужас священной войны и большую угрозу для людей. Более 300 рыцарей были идентифицированы только в начале священной войны. Тем не менее многие рыцари-демоны были неопознаны. Многие корпуса демонов все еще были в пути. Главное заключается в том, что я вижу только список рыцарей черного железа. Я не могу видеть имена земных рыцарей. Что касается любого рыцаря-демона черного железа, имя которого не было записано в списке имен, если вы сможете убить его и принесете его голову в любое отделение горы яркости, вы сможете получить 5 миллионов золотых монет в качестве награды. Прочитав это, Джанте понял, что он потерял 5 миллионов золотых монет. В разделе «Торговля товарами» Джанте увидел разные запросы и рекламу редких материалов и оборудования. Согласно правилам обслуживания, каждое объявление должно быть подтверждено горой яркости и стоит 50 000 золотых монет. Чтобы оставить какие-либо комментарии под любым постом, человек должен заплатить 1000 золотых монет. Кроме того, этот комментарий может и не показаться под этим сообщением без согласия администратора горы яркости. Все человеческие рыцари могли связываться с другими рыцарями через гору яркости. Однако этот контакт должен был проходить через гору яркости. Каждое сообщение будет стоить 1000 золотых монет. Кроме того, у этого сообщения будет временное отставание. Что касается раздела «Обмен информацией», Джанте увидел заметки в верхней части раздела о том, что более чем 100 странам на всех континентах и субконтинентах нужны рыцари один. Затем были всевозможные посты. Просто поверхностно пройдясь по ним, Джанте почувствовал, что расширил свой кругозор. Среди постов наиболее примечательным был сравнительный анализ боевой силы рыцарей семи крупных кланов страны Тайся. Это была платная статья. Большая часть всех постов была платной. Цена этого поста составляла 10 000 золотых монет. Ее общий рейтинг составил 87 баллов. При виде количества платных просмотра, уголки глаз Джанте дрогнули – 13 614. Он заработал более 100 миллионов золотых монет. Когда Джанте вышел из кристаллической пластины, он все еще был шокирован. Это и есть мир рыцарей. Джанте наконец понял, почему пластина рыцаря стоила 4 миллиона золотых монет. Через полчаса Джанте и старейшина Мури покинули город Тиньфан. Выйдя из города, они взлетели и направились в сторону дворца Хуайань. Старейшина Мури, когда мы вернемся, я переведу вам 4 миллиона золотых монет. Джанте сказал старейшине Мурию после восстановления самообладания. Не нужно. Они уплачены дворцом Хуайань. Если дворец Хуайань не сможет позволить себе такой платеж, значит нам суждено быть истребленными. Старейшина Мури восстановил свою дурную личность. Но затем он вздохнул, но тебе достался всего один кристалл элемента земли. Точно, а зачем он нужен? Джанте достал этот кристалл и спросил старейшину Мурия. Кристалл элемента земли – это редкость, добывающаяся в царстве элемента земли. Он содержит большое количество чистого элемента земли. Это лучший тоник для рыцарей черного железа. Когда ты в следующий раз начнешь медитировать, возьми этот кристалл в руку и извлеки изнутри чистый элемент земли. После чего ты можешь ввести его в земную чакру, таким образом ты сможешь значительно увеличить скорость культивирования. Ааа, понятно. Джанте крепко сжал этот кристалл земного элемента. Как старейшина клана дворца Хуайань, ты будешь получать 4 кристалла элемента земли в год. Они могут значительно ускорить скорость твоего культивирования. А его можно где-то купить. Поскольку такие кристаллы содержат чистые элементы, ни один рыцарь не продаст их. Гора яркости действительно щедра. Ха-ха, если ты хочешь получить больше кристаллов элемента земли, чтобы увеличить скорость культивирования, тебе нужно сражаться в царстве элемента земли. Это своего рода стимул. Царство элемента земли? Джанте вспомнил это название и карта, которую он видел в пластине рыцаря, снова появилась в его голове. Джанте вспомнил, что в провинции Ланьчжау, стране Тайся, была подземная пещера, которая вела к крепости льва в царстве элемента земли. Глава 764. Решение Джанте потер глаза и поднял голову из кучи книг. Он целый день читал книги. Все книги были посвящены жизни людей и сети до катастрофы. Кроме них, некоторые описывали культивирование и заметки старейшин дворца Хуайань. Эти книги были собраны в библиотеке Острова Скрытого Дракона, Инагариин. Несмотря на то, что Джанте потратил целый день на их прочтение, это того стоило. Гора Яркости была союзом человеческих рыцарей и самой мощной человеческой организацией. Кроме того, Гора Яркости может быть описана как веб-сервер. Кристаллическая пластина рыцаря была информационным доступом к этому веб-серверу. Каждый рыцарь мог связать свою духовную энергию с веб-сервером Горы Яркости через свою кристаллическую пластину рыцаря. Каждое прозвище на Горе Яркости было их именем пользователя или веб-сайтом. Исходя из их уровня, они могут иметь разные виды доступа. Все ресурсы были открыты для рыцарей с более высокими уровнями. А рыцари с более низкими уровнями не могли получить доступ к ресурсам более высокого уровня. Земные рыцари могли просматривать все ресурсы с секции рыцарей черного железа. Однако рыцари черного железа не могли получить доступ к ресурсам, которые были открыты для земных рыцарей. Это была сеть. Информационная сеть до катастрофы представляла собой электрическую сеть. Однако эта сеть, построенная на кристаллах, была квантовой сетью. Эта сеть не могла быть построена людьми этой эпохи. Согласно заметкам старейшин дворца Хуайань, гора яркости фактически была доисторическим тайным сокровищем, выкопанным из подземного мира вместе с холмом Сюань-Юань. Это был продукт кристаллической цивилизации. Согласно легенде, эта гора яркости была чрезвычайно огромным куском кристалла, найденным на холме Сюань-Юань в стране Тайся. Основным компонентом кристалла был кремний, который был лучшим носителем для хранения и передачи информации. Кремний был самым распространенным элементом в этом мире. Собственно, вся Земля в основном состояла из кремния. Поэтому по мнению академика, который был одержим изучением функции кристалла, этот мир можно рассматривать как огромный кристалл во Вселенной. Куски этого огромного кристалла не были независимыми. Они обменивались информацией круглосуточно. Эти куски кристалла могут образовывать огромную кристаллическую информационную сеть в едином энергетическом поле Вселенной. В определенный период человеческой истории, люди использовали особые функции кристалла для развития блестящей цивилизации. В эпоху черного железа, люди раскопали и унаследовали некоторые функции кристалла, такие как зажжение точек, создание междугородной связи и построение единственной информационной сети. Прозвище Джанти на горе яркости было «Тигр Чакры». Джанти были любопытны прозвища других старейшин дворца Хуайань. Однако этот вопрос был запрещен в мире рыцарей. Вся информация о рыцаре на горе яркости была конфиденциальной. Материалы, оставленные старейшинами, очень помогли Джанти. Джанти лениво встал и неторопливо вышел из комнаты. Дьякон Ю и две красивые слуги Пика дальнозоркости ждали снаружи. Увидев, что Джанти вышел наружу, трое женщин сложили руки. После этого они опустили свои тела и слегка поклонились Джанти, старейшина. Помимо красивой внешности, их этикет также радовал Джанти. Когда они опустили свои тела и слегка поклонились Джанти, они раскрыли свои тонкие изгибы и особый, фееричный женский темперамент. Каждый раз, когда Джанти видел приветственный этикет женщин Хуайань, он чувствовал себя очень по-особенному. У всех женщин на пике дальнозоркости были отличные фигуры, белая кожа и черные волосы, которые очень хорошо подходили к эстетическому стандарту людей Хуа. Они носили длинные платья, слегка показывающие их пухлые груди. Джанти взглянул на их пухлые груди и талии, и тайком проглотил свою слюну. Кхем, кхем, встаньте. Джанти отдал приказ, и убрал свой взгляд от их тел. Три женщины выпрямились со слабым румянцем. Они инстинктивно почувствовали взгляд Джанти. «Старейшина, вы не кушали целый день? Вы голодны?» С легким румянцем спросила Дьякон Юй. Джанти коснулся своего живота, и ответил. «Да, также отправьте все эти книги обратно». Вскоре после приказа Джанти, кто-то собрал все книги. «Хем, вы куда-то уходите, старейшина?» «Нет, я просто собираюсь прогуляться по пику и подышать свежим воздухом», сказал Джанти и начал уходить. Увидев, как Джанти уходит, Дьякон Юй бросила взгляд на двух женщин, стоящих около нее. С легким румянцем, две женщины опустили головы и пошли за Джанти. Когда Джанти прибыл в смотровой павильон, он посмотрел на красивый горный пейзаж и мерцающий уровень моря у подножия горы и выпустил длинный вздох. В этот момент Джанти услышал слабые шаги со спины. Он оглянулся и обнаружил, что за ним следуют две красивые девушки. «Старейшина, поскольку вы читали целый день, вы должно быть устали. Цзэюни Жусюянь хотят помочь вам расслабиться». Красивая девушка смело спросила с легким румянцем. «Хорошо». Джанти кивнул. Услышав ответ Джанти, обе девушки очаровательно вошли в смотровой павильон. После этого одна из них достала из стены смотрового павильона нефритовую флейту, а другая достала цинь – семиструнный инструмент, в некотором роде похожий на цитру. Затем в павильоне раздались звуки флейта и цинь. Музыка была такой же мелодичной и успокаивающей, как белые облака в воздухе, и столь же естественной и изящной, как сосны на ветру. Смотря на золотое сияние солнца вдали и слушая мелодичный ритм, Джанти был погружен в прекрасное царство. Рыцарь – это только первый шаг на моем пути к пику. «Это только начало. Я обязательно доберусь до самой высокой вершины и увижу пейзаж под ней», – подумал Джанти. Приняв это решение, Джанти почувствовал воодушевление, и экстаз наполнил его тело. Вскоре солнце зашло, и золотой солнечный свет постепенно исчез, после чего поднялся ночной ветер. Услышав паузу в музыке, Джанти развернулся. Из-за холодного ветра, движения девушки, играющей на цинь, немного замедлились, в результате чего музыка стала негармоничной. Однако она не представляла, что Джанти мог это заметить. Увидев, что Джанти развернулся, лицо девушки стало совершенно красным. Она не представляла себе, что этот молодой человек был настолько искусным в музыке. Джанти подошел к ней. После этого он одним пальцем нажал струну и дернул ее другой рукой, выпустив в проворную, приятную ноту из длинного цинь. Обе девушки покраснели. Услышав эту музыкальную ноту, они поняли, что они встретили настоящего мастера музыки. Они не представляли себе, что Джанти был опытным в музыке, кроме того, что он стал рыцарем в таком молодом возрасте. «Пожалуйста, простите нас». Обе девушки обменялись взглядами друг с другом, прежде чем поспешно встать и попросить наказания Джанти. «Ха-ха-ха, красивые пейзажи, хорошая музыка и хорошие люди». Джанти рассмеялся, «Встаньте». Когда они выпрямились, Джанти не мог не хлопнуть по их задницам. «Ах, они одновременно вскрикнули, и чуть не подпрыгнули. Хэм, уже холодно. Не забудьте одеться потеплее. Хотя ваши юбки очень красивы, они немного тонкие. Мне нравится такой пейзаж, но я не хочу, чтобы вы простудились». Джанти пошутил, и начал уходить. В обеденном зале, Дьякон Юй уже приготовила Джанти ужин. Пока Джанти ел, Дьякон Юй просто стояла недалеко от него. «Ты уже ела? Давай садись, покушаем вместе». Небрежно спросил Джанти. Юлань уже покушала. Дьякон Юй покачала головой. «Поскольку завтра церемония вращения чакры, этот ужин должен быть сделан из овощей в соответствии с регламентом. Вам нравится, старейшина?» Джанти посмотрел на десять разнообразных овощных блюда и улыбнулся. «Это не имеет значения. С сегодняшнего дня просто готовь по три блюда и один суп на каждый прием пищи. Не нужно быть такой расточительной. Хорошо, сэр». Глава 765. Церемония вращения чакры снаружи комнаты раздались шаги. Старейшина, время пришло. За пределами комнаты раздался голос Дьякона Юй. Открыв глаза, Джанти увидел две команды Дьяконов и женщин, которые держали разные виды одежды и инструментов и уважительно смотрели на него. Джанти был знаком с сегодняшней процедурой. При виде этой сцены, Джанти просто молча вытянул руки. Затем все женщины подошли к нему и как можно скорее начали одевать Джанти. Через несколько минут эти женщины ушли. Затем Дьякон передал Джанти зеркало, чтобы он мог посмотреть на себя. Корона из фиолетового золота, которая символизировала удачу бойца, мантия с узором питона, нефритовый пояс и золотые крючки на нем, двухцветный нефритовый кулон, пара туфель с узором единорога на них, меч на талии. Смотря на это изображение в зеркале, Джанти был потрясен своим величием. Все женщины в павильоне были одержимы новым образом Джанти. Джанти кивнул. Все в порядке. После этого Джанти последовал за двумя командами Дьяконов. Когда Джанти вышел из павильона на пике дальнозоркости, первый луч солнца дошел до храма на горе Иин. Дун. Далекий, но энергичный и твердый звон колокола раздался от самой высокой вершины горы Иин и раздался вокруг всей горы Иин. Даже жители города Иин услышали этот звук. Когда звон достиг подножия горы, он раздался по всей префектуре Хуайань. В этот момент обе стороны площади за пределами храма горы Иин были переполнены людьми. Однако никто не произносил ни звука. Они просто ждали главного героя. Когда раздался первый звон, Джанти начал выпускать свой тотем боевой Ци. Несмотря на то, что сейчас было светло, яркий тотем все еще можно было увидеть над горо Иин. Казалось, что он хотел посоревноваться с солнцем в блеске, его можно увидеть с расстояния в 100 миль. Это был тотем боевой Ци пяти элементов. С утра пяти элементов было секретным знанием уровня Виконт. При виде тотема поднимающегося в небо с горы, все зрители по обе стороны от площади возле храма слегка взволновались. Хотя на церемонию вращения чакры пришло множество людей, не каждый из них до этого так близко видел тотем боевой Ци рыцаря. Смотря на поднимающийся тотем, глаза многих людей стали желанными. После очередного звона, все на горе Иин почувствовали, как их сердца ускорились. С постоянными колокольными звонами, Джанти направился к храму по золотому ковру, который простирался от пика дальнозоркости. По обе стороны дороги, каждые несколько метров стоял ученик дворца Хуайань в церемониальной мантеле, который отдавал Джанти приветствие. Когда Джанти добрался до храма, колокол прозвенел 27 раз, как и планировалось. Джанти увидел зрителей по обе стороны от площади храма. Джанти мгновенно заметил членов семьи из старого особняка города Золотого моря. Они находились в особом месте. Джан Хайтянь, глава семьи Джан, жены Джан Хайтяня, дяди Джанти, тети, кузины, племянники и племянницы, всего 50-60 человек. Джан Хайтянь был настолько взволнован, что его лицо стало совершенно красным, даже его усы дрожали. Все остальные члены семьи Джан выпрямились и выпятили груди, восторженно смотря на Джанти. Джан Су также смотрел на Джанти трепетным взглядом. Мощный боевой тотем Джанти подавлял всех ниже рыцарей. Джанти слегка кивнул в сторону этих людей из старого особняка Джан, из-за чего многие из них были в восторге. Какая честь! С сегодняшнего дня семья Джан в городе Золотого моря будет достойной и уважаемой. Члены семьи из старого особняка уже ощущали уважение из глаз зрителей. Джанти замечал все больше знакомых лиц. Джанти увидел Зерома и капитана Керлина, которые стояли под знаменем Армеса, империи наемников. Зером выглядел более зрелым, чем раньше. Он мог контролировать выражение своего лица при виде Джанти. Но капитан Керлин, циклоп, широко открыл рот и постоянно протирал глаза. Зером это действительно тот маленький придурок. Мне что мерещится? Капитан Керлин прошептал Зерому. Это ты придурок. Заткнись, если не хочешь умереть. Хочешь, чтобы дворец Хуайань разрубил нас и скормил наше мясо акулам? Зером продолжал улыбаться и наступил на ногу циклопа, из-за чего последний стиснул зубы. Джанти хихикнул внутри. Джанти все равно улыбнулся в их сторону. Многие люди в области Армеса были поражены. В зоне для зрителей Нормандской империи, Джанти также увидел знакомые лица. Ринхарт, Лейбниц и Гудериан стояли около 40-летнего блондина в королевской мантии. Смотря на проходящего мимо Джанти, они все широко раскрыли глаза. Казалось, что они хотят определить, был ли Джанти тем же человеком, с которым они были знакомы. 40-летний блондин перевел взгляд с Джанти на три человека, которые были знакомы с Джанти. Они обменялись взглядами друг с другом, прежде чем слегка кивнуть. Казалось, что они подтвердили статус Джанти. Затем 40-летний блондин показал блестящую улыбку в сторону Джанти. После наблюдателей из Нормандской империи, Джанти заметил принцессу Кандис из империи Реймлан. Увидев, как Джанти проходит мимо, достойная принцесса Кандис даже построила Джанти глазки. Затем он увидел старого друга Тайши Ци, которого он встретил в городе Небесного Холода, который стоял рядом с красоткой. Перед ними стоял старик в фиолетовой мантии, похожий на Тайши Ци. При виде старика, Джанти понял, что он был главой клана Тайши. Джанти кивнул в сторону Тайши Ци, который сразу же обрадовался и прошептал красотке стоящей около него. Смотри, я же говорил тебе, что мой брат Джанти очень верен, он все еще помнит меня. Кто знает, с кем он здоровался. Эта красотка возразила в пол голоса и посмотрела на Джанти. Брат Джанти, Тайши Ци хотел продолжить спор. Заткнись, Джанти теперь старейшина дворца Хуайань. Как ты можешь называть его братом? Старик развернулся и выругался на него. Тайши Ци мгновенно заткнулся, однако он все равно показал в сторону Джанти гримасу. После этого Джанти заметил старейшины молодых людей из других крупных кланов страны Цзиньюнь. Единственным с кем Джанти был знаком среди этих старейшин, был старейшина Лань, которого он встречал в театре Селниса. Тем не менее Джанти увидел множество молодых людей из театра Селниса. Помимо старейшины Лань, кто продолжал улыбаться в сторону Джанти, все остальные показывали замысловатые выражения. С еще одним молодым рыцарем и старейшиной в возрасте 20 лет, дворец Хуайань сразу же подавил молодое поколение всех других кланов, создав большое давление на все кланы. Глава 766. Старейшина Мушинь. Четыре старейшины дворца Хуайань стояли около храма в красивой одежде. Согласно строгой процедуре церемонии вращения чакры, Джанти сжег благовоние в храме. После этого старейшина Муинь, как ритуальный офицер, закричал «Опусти свое тело». Затем Джанти начал кланяться в сторону небес и земли. Наконец он вставил горящий ладан в медный котел, который был расположен прямо у ворот храма. После этого он вошел в храм. Весь храм был чрезвычайно блестящим. Земля была вымощена золотыми кирпичами с узорами благоприятных облаков. На столбах внутри дворца висели всевозможные церемониальные знамена и молитвенные флаги. В медном котле горело дорогое сандаловое дерево небесной звезды, которое не только освещало весь храм, но и покрывало его особым ароматом. Весь храм был великолепным и больше напоминал имперский дворец. Джанти был первым, кто вошел в храм с передних ворот. Как только он вошел внутрь, Джанти убрал свой татым. Четыре старейшины дворца Хуайань последовали за Джанти. Затем последовали другие дьяконы и члены дворца Хуайань. Остальные вошли последними. Однако кроме Джанти и других четырех старейшин, всем остальным было запрещено входить с передних ворот. Вместо этого они могли войти только с двух боковых дверей. Никто не мог входить в передние ворота храма кроме главы клана и старейшин. Джанти медленно двигался по золотым кирпичам. В этот момент Джанти хотел бы, чтобы его родители смотрели на него. Войдя во дворец и пройдя длинный путь, Джанти прибыл к статуе лорда Хуайань и мемориальным табличкам предков и мучеников дворца Хуайань. При содействии дьяконов он начал зажигать благовония и приносить жертву всем предкам и мученикам шаг за шагом. Когда Джанти приносил жертву, старейшина Мойнь достал золотую брошюру и начал громко читать. Родословная Сюань Юань непревзойденная, величественная и энергичная. Длинный лук дает нам фамилию. Джанти потребовалось три минуты, чтобы принести жертву всем предкам и мученикам. После того, как Джанти закончил это, старейшина также закончила обращение. У нас есть потомок по имени Джанти. Он может плавать, как рыба в воде, и летать, как дракон в небе. Он может вращать свою чакру и защищать страну и ее соотечественников. Так как предок лорд Хуайань тут, праведность будет существовать вечно. Желаю процветания. Вскоре после слова процветания, Джанти закончил последний поклон и вставил последние три благовония в кадил, который представлял собой мемориальную доску родословной семьи Джан-города Золотого моря. Это были новые мемориальные таблички, которые принадлежали отцу, деду и прадеду Джан-хайтиня. Когда человек вращает чакру, он приносит честь трем своим старшим поколениям. Мемориальные таблички его предков также войдут в храм и будут наслаждаться благовониями. Смотря на это, Джан-хайтинь был настолько взволнован, что его глаза были полны слез. Джанти встал и повернулся к большому котлу посреди дворца. Затем дьяконы принесли золотые чаши молока, жира, зерна и кунжута. Джанти схватил зерно и кунжут из золотых чаш и бросил их в пламя в большом котле. Каждый раз, когда он бросал их в котел, пламя становилось все выше, а верхушка пламени стала золотой и выходила из котла столь же фантастически, как дракон. Это был ритуал для благословения. Увидев, что пламя выходящее из котла было в форме дракона, старейшины и дьяконы дворца Хуайань стали невероятно взволнованы, так как это был редкий благоприятный знак. По крайней мере такого не происходило, когда предыдущие старейшины дворца Хуайань проводили церемонии вращения чакры. Все старейшины крупных кланов страны Цзиньюнь были потрясены этим редким благоприятным явлением. Джанти не знал этого. Он только шаг за шагом проходил церемонию вращения чакры. После того, как все зерно и кунжут попали в котел, Джанти начал мыть руки в серебряном чане с водой. Ритуал благословения закончен. Притащите золотую чакру, сказал старейшина Муинь, и огромный жертвенный сосуд был доставлен в середину дворца. Будучи более 6 м в высоту и более 2 м в ширину, жертвенный сосуд выглядел как огромный круглый металлический бочонок с разными видами цветов, птиц, насекомых, рыб и иероглифов на нем. С двух сторон бочки было два огромных иероглифа Хуаму, обозначает уважение. Джанти знал, что важным шагом во всей церемонии вращения чакры было выбрать иероглиф при помощи вращения чакры. Слово «чакра» в названии церемонии ссылалось на чакру рыцаря и на вращение золотого бочонка, который использовался для выбора иероглифа самого рыцаря. Например, имя Джанти было очень обычным. В этом мире насчитывались миллиарды людей с фамилией Джан. Существовало по меньшей мере одна тысяча живых людей, которых звали Джанти. Если вы скажете, что Джанти был рыцарем, никто не поймет, кого вы имеете в виду. Поэтому рыцари должны были вращать золотой бочонок, чтобы выбрать иероглиф для себя. Если они выберут иероглиф, никто больше не мог использовать это имя следующие одна тысяча лет. Конечно, старейшина Муинь, ценящий помощь, старейшина Мурии, ценящий гром, и старейшина Муиуи, ценящий дождь, не были их настоящими именами. Иероглиф был зарезервирован лордом Хуайань для рыцарей дворца Хуайань. Помимо рыцарей дворца Хуайань, ни один человек Хуас фамилии Джан в этом мире не мог использовать иероглиф в качестве первого иероглифа в своих именах. Каждый старейшина резервировал последний иероглиф своего имени во время церемонии вращения чакры. На золотом бочонке осталось 999 иероглифов Хуа. Все задавались вопросом, какой иероглиф Хуа попадется самому молодому рыцарю клана Джан. Медленно подойдя к золотому бочонку, Джан Те поднял голову и осмотрел его. Затем он глубоко вздохнул и положил руку на золотой бочонок. Джан Те также задавался вопросом, какой иероглиф Хуа ему попадется. Затем Джан Те выпустил свою боевую церемонию, чтобы быстро развернуть золотой бочонок. Во время вращения изнутри бочонка раздавались дребезжащие звуки. Джан Те просто тихо стоял и ждал. Во всем храме слышались только звуки вращения. Через 2 минуты золотой бочонок замедлился. Когда он наконец остановился, после щелчка из золотой бочки выпал круглый серебряный шар. Старейшина Муинь подошел и достал этот серебряный шар. Посмотрев на золотой иероглиф, он поднял серебряный шарик и показал его всем зрителям. При виде этого иероглифа, все зрители расширили глаза. Не может быть, это был иероглиф Бог, ценищий Бога, формальное рыцарское имя Джан Те. Отныне Джан Мушинь будет уникальным именем. Джан Те также почувствовал себя немного удивленным. Золотой бочонок знал, что я прикидывался Богом в пустыне льда и снега. Джан Те, Джан Мушинь, Джан Те, Джан Мушинь. Джан Те все равно считал, что имя Джан Те было легче. Но так это была традиция, Джан Те не хотел быть странным. Вместо этого он просто принял его. Пожалуйста садись, старейшина Мушинь. Старейшина Муинь сложил руки в сторону Джан Те, после чего старейшины всех других кланов сделали то же самое. Отныне Джан Те был на равных с другими старейшинами клана Джан. Место было черным стальным креслом с высокой спинкой. Это был особый предмет, специально разработанный для церемонии вращения чакры. Он был квадратным и прямым, без излишней отделки. Его называли троном черного железа. С золотым подносом в руке, перед платформой почтительно стояла Дьякон Юй. Джан Те подошел к трону. Затем старейшина Мурия снял красную шелковистую ткань и положил печать в виде тигра. Это древняя печать Хуа, символизирующая генерала армии, в руку Джан Те. Отныне ты являешься командиром корпуса Ураган. Джан Те получил печать корпуса Ураган и кивнул в сторону старейшины Мурия. После этого он шагнул вперед и стабильно сел на трон черного железа. «Поздравляю!» Громко закричал старейшина Муинь. Его голос раздался по всему храму. Джан Тейбай торжественно вышел из толпа и глубоко поклонился Джанте. Джан Тейбай желает старейшине Мушине удачи в битве и отлиться дворца Хуайань. Желаю тебе, чтобы твоя чакра вращалась всегда. В качестве подарка для старейшины Мушине мы дарим 500 тонн золота, 200 ящиков жемчуга, 100 ящиков драгоценных камней, 30 000 мшил капитона и по один усадьбе в городе Иин, городе Золотого моря и городе наблюдения за звездами. Смотря на больших фигур бизнес-группы Длинного ветра и дворца Хуайань, которые кланились ему и уважительно дарили ему подарки, у Джан Тейбай было невыразимое чувство. После этого Джан Тейбай передал список подарков Дьякону Юй. Прежде чем тихо отойти в сторону, а другой 40-летний мужчина вышел вперед и поклонился Джан Те. Ван Цзюань желает старейшине Мушине удачи в битве и отлиться клана Ван. Желаю вам, чтобы ваша чакра вращалась всегда. В качестве подарка для старейшины Мушине мы дарим 100 тонн золота, 100 пар нефритовых изделий с дрой в центре и 100 драконов носорогов. Сказав это, Ван Цзюань передал список подарков Дьякону Юй. Другой человек вышел и поклонился Джан Те. Лань Цзюань желает старейшине Мушине удачи в битве и отлиться клана Лань. Желаем вам, чтобы ваша чакра вращалась всегда. В качестве подарка для старейшины Мушине мы дарим 100 тонн золота, 1000 кристаллов высокого класса и 100 как благовоний любимых богом. После клана Лань, клана У, клан Дань Тей, клан Ли, клана Дон Фан из страны Цзюань представили свои пожелания и подарки. Джан Те был шокирован внутри. Какого черта это больше похоже на церемонию грабежа, чем на церемонию вращения чакры? Джан Те был знаком с некоторыми предметами в списке подарков, но о некоторых он слышал впервые. Когда настал черед Нормандской империи, поздравлять вышел блондин, который был около Ринхарта и Лейбница. Фелис, наследный принц Нормандской империи, желает старейшине Мушине удачи в битве и отлиться королевской семьи Нормандской империи. Желаю вам, чтобы ваша чакра вращалась всегда. В качестве подарка для старейшины Мушине мы дарим 200 тонн золота, 20 кристаллов элемента земли, 100 ящиков всех видов ювелирных изделий и 100 красавиц. Кран принц очень плавно говорил на языке Хуа. Его подарок мог даже сравниться с подарком дворца Хуайань, особенно кристаллы элемента земли. Все присутствующие были потрясены 20 кристаллами. Они задавались вопросом, почему Нормандская империя так сильно хочет улучшить отношения с этим молодым старейшиной дворца Хуайань. Когда он услышал 100 красавиц, Джанте бросил беспомощный взгляд на Лейбница и Ринхарта. Полковник Лейбниц даже показал скромную улыбку. После слов наследного принца Нормандской империи, Джанте почувствовал обиженный взгляд. Он последовал за взглядом и обнаружил, что принцесса Канди слегка надула свой маленький рот. Глава 767. Прощание 9 ноября. База дирижаблей за пределами города Иен. Перед посадкой на дирижабль, принцесса Кандис развернулась и забежала в объятия Джанте и поцеловала его. Милый, я так скучаю по тебе, ты вернешься ко мне? Да. Джанте с улыбкой хлопнул ее по заднице. Увидев, что они начали обниматься, все остальные представители империи Реймлан исчезли. Принцесса Кандис была потрясающей. За прошлую неделю, эта женщина принесла Джанте много удовольствия, в результате чего у Джанте было более глубокое понимание слова принцесса. Одним словом, все принцессы, о которых говорилось в сказках, это ложь. Пообещай мне, настаивала принцесса Кандис. Обещаю. Принцесса Кандис мгновенно схватилась за промежность Джанте. Как будто здоровая с ним за руку, она начала дергать его. Слегка облизав мочку уха Джанте, она вложила ее в рот. Затем она слегка прикусила ее. Горячий и сладкий воздух попадал прямо в ухо Джанте. Милый, ты можешь еще немного провести меня, когда дирижабль покинет префектуру Хуайань, ты можешь прилететь назад. У нас будет еще три часа. Смелость принцессы Кандис на публике заставила Джанте смутиться. Слава богу, эта женщина в блестящем платье и соболиной шале наконец села на дирижабль. Смотря за тем, как дирижабль взлетает, Джанте глубоко вздохнул. Хотя прошло меньше недели с момента церемонии вращения чакры, ветер, идущий с северо-запада резко стал холодным, особенно на открытой площади базы дирижаблей. Принцесса Кандис была последней, кто покинул город Иэн из всех гостей. Зером и капитан Кирлин покинули город Иэн еще 5 ноября. В тот же день Джанте пригласил их на ужин, и в конце Джанте провел их до базы. По этой причине они оба мгновенно стали звездами среди представителей Армеса. Благодаря универсальному лекарственному средству, связь между Армесом и дворцом Хуайань стала очень близкой. Армес нуждался в дополнительной помощи от дворца Хуайань. Поэтому главные наемные группы в Армесе подарили Джанте большой подарок. Демонизированные марионетки на субконтиненте Вае и повышение запроса на услуги защиты от богатых людей и бизнес-групп, привели к расцвету наемников и наемных групп в начале Священной Войны. Наемники и наемные группы могут быть единственными человеческими профессиями и организациями, которые будут благодарны за приход Священной Войны и хаотичного мира. Во время прошлых Священных Войн, многие яростные и сильные люди становились наемниками. После каждой Священной Войны было множество наемных групп, которые создавали свои страны. Зером теперь был начальником отдела логистики наемной группы Тора, и уже стабилизировал свою позицию в группе. Капитан Керлин, который отправился к Зерому после того, как проиграл в любви, стал начальником батальона в наемной группе Тора. На самом деле Джанте всегда считал, что капитан Керлин не будет чувствовать себя комфортно в школе или регулярной армии. Возможно, он чувствовал себя свободнее в наемной группе. Встретив капитана Керлина и Зерама, Джанте многое понял. За все успехи и рост нужно было заплатить. Ранее он был их учеником, а теперь он был старейшиной дворца Хуайань. Какая резкая разница между их позициями. Поэтому Зером и капитан Керлин выглядели немного сдержанными перед Джанте. Если честно, Джанте предпочитал бывшего капитана Керлина, который всегда был небрежен перед ним. Жаль, но капитан Керлин никогда не будет беззаботным перед рыцарем, особенно когда этот рыцарь был его учеником. Возможно, единственное, что Джанте считал неизменным, так это доверие и дружба между ними, которая была создана в городе Блэкхат. Хотя такое доверие и дружба были мелочью, это было лучше, чем ничего. Представители Нормандской империи покинули город Иен 6 ноября. Перед тем, как они ушли, Джанте провел независимую встречу с Фелисом, кранпринцем Нормандской империи. Благодаря чему отношения между Джанте и Нормандской империей стали ближе. Фелис не покинул город Иен на дирижабле. Он сделал это на поезде. Фелис отвечал за город Тейн от имени Королевского дома Нормандской империи. Область, объединяющая город Тейн, город Юнчжоу и город Цехай, которые Нормандская империя купила у дворца Хуайань, называлась Беннализбург, что на языке Нормандской империи означало «крепость надежды». Королевская семья Нормандской империи принимала Беннализбург в качестве надежды стабилизировать сердца людей внутри страны и найти спасение в будущем. Полковник Лейбниц был оставлен в городе Иенфелисом и стал главой агентства связи Нормандской империи в городе Иен. Не нужно было говорить для кого было создано это агентство. Через два месяца, когда большинству сил дворца и старейшин Хуайань эвакуируются, Джанте, глава корпуса Ураган и старейшина клана Джан, станет самой могущественной фигурой дворца Хуайань на субконтиненте Вае. Хотя Нормандской империи не нужно было льстить Джанте, им нужно было установить с ним хорошие отношения. Хотя полковник Лейбниц остался в городе Иен, сто красавиц которых Джанте еще даже не видел, были возвращены Фелису. Джанте даже думал о возвращении женщин с пика дальнозоркости старейшинам дворца Хуайань, не говоря уже о тех женщинах, которые были подарком Нормандской империи. Джанте был уверен, что если он примет этих красавиц из Нормандской империи, Лань Юньси никогда не выйдет за него замуж. В этом аспекте Лань Юньси и другие женщины ничем не отличались, поскольку все они были собственниками. Мои любовные отношения в городе Блэкхат сделали Лань Юньси очень несчастной. Если я не поменяюсь, Лань Юньси может разочароваться во мне. Представители клана Тайши также покинули город Иен 6 ноября. Клан Тайши подарил Джанте 25 тонн золота и длинный меч высшего класса с двойными атрибутами. Это был огромный подарок для небольших кланов таких как клан Тайши в стране Цзиньюнь. Поэтому прежде чем они вернулись, Джанте попросил бизнес-группу Цзинью загрузить 50 000 флаконов универсального лекарственного средства на их дирижабль в качестве подарка. Глаза тайшицы слегка покраснели перед посадкой на дирижабль. У его отца также было хорошее впечатление о Джанте. Тем не менее, Джанте был немного смущен младшей сестрой Тайши Цзинь, Тайши Ничен. Глава 768. Ответственность проводив принцессу Кандис, Джанте увидел, как около него тихо остановился черный седан. Это был эксклюзивный автомобиль для старейшин дворца Хуайань. Супер роскошный седан, привезенный из страны Тайся. Этот седан был того же бренда, что и суперспортивный автомобиль фееричный Дракон Т9, на котором когда-то ездил Джанте. Однако у них были совершенно разные стили. Если фееричный Дракон Т9 с острыми линиями подходил мятежным молодым людям, то этот квадратный, стабильный автомобиль был определенно фаворитом старейшин. Не особо выделяясь, его тело было длиной 5М и 2М шириной. Квадратные серебряные и кристаллические решетки радиатора делали его достойным. Однако что делало этот автомобиль более величественным, так это его номерной знак. По сравнению с другими номерами в префектуре Хуайань, на этом номере был один золотой лук, без каких-либо цифр. Во всей префектуре Хуайань, только старейшины могли ездить с такими номерами. Припарковав машину, водитель поспешно вышел и открыл дверь перед Джанте. Этот водитель не был простолюдином, а великим боевым мастером Илвы-12, который прошел строгую подготовку. Водителя было достаточно, чтобы справиться со многими проблемами. Водителя звали Джан Лун, он был потомком клана Джан. Он определенно был верен клану Джан. После того, как Джанте вошел в машину, Джан Лун закрыл дверь снаружи. После этого он вернулся на место водителя и начал покидать базу. Старейшина Мушинь, куда едим? Почтительно спросил Джан Лун. «Сначала отвези меня на гору Иин», — ответил Джанте, сел на удобное заднее сидение и постепенно расслабился. Джан Лун начал ехать в сторону горы Иин. Тем временем, двойное стекло между передними и задними сидениями тихо поднялось, что позволило Джанте хорошо отдохнуть. Только когда он провел кондис, Джанте почувствовал, что по-настоящему завершил церемонию вращения чакры. В этом автомобиле была очень роскошная отделка, яркие платиновые и керамические декоративные листы, темно-фиолетовое зерно сандалового дерева и удобные сидения из крокодиловой кожи. Для простолюдинов цена в 5000 золотых монет была высокой ценой. Однако это было ничем для Джанте. На церемонии вращения чакры, Джанте получил более 1500 тонн золота, которые стоили не менее 60 миллионов золотых монет. Плюс все остальные подарки, он получил более 100 миллионов золотых монет. Однако не каждый рыцарь мог получить столько подарков на церемонии вращения чакры. Джанте понял, что в основном это было из-за бренда Дворец Хуайань. С номерным знаком в виде золотого лука, автомобиль старейшина Фееричный Дракон без помех ехал через город Иин. По дороге, многие транспортные средства перед ними добровольно уступали место. На перекрести гаишники блокировали другие транспортные средства на дорогах слева и справа, позволяя этому седану проехать. Джанте наблюдал за потоком людей на улицах. Он чувствовал изменения города Ияна, число людей Хуа на улицах уменьшалось, а количество людей извне увеличивалось. Многие люди Хуа каждый день покидают город Иин на пассажирских лайнерах, а с севера коридора Блэксон сюда каждый день вливались беженцы. Некоторые искали убежище, некоторые искали возможности переехать всей семьей. Цены на жилье в городе Иин уже увеличились в три раза по сравнению с пять годами ранее. Большое количество собственностей и производств Дворца Хуайань в этом городе были проданы по высоким ценам. Из-за аномального процветания вызванного войной, большинство людей Хуа продавали свою собственность и переезжали на Восточный континент. Наблюдая за процветающей сценой в городе Иин, Джан Те слегка сузил глаза. Он знал, что процветание здесь не начнет снижаться, пока корпус демонизированных марионеток не переберется через горный хребет Калай. Будучи последним защитником Дворца Хуайань на субконтиненте Вае и лидером корпуса Ураган, Джан Те фактически был ответственен не за борьбу с демонами рискуя своей жизнью. Его оставляли здесь, чтобы эти города могли поддерживать процветание как можно дольше, и Дворец Хуайань мог максимально использовать ценность этих городов. Если говорить благородно, то его ответственность заключалась в том, чтобы поддерживать самый южный тоннель на субконтиненте Вае, это может быть последний морской тоннель для покидания континента. Другие кланы страны Цзиньюнь делали почти то же самое. Джан Те знал, за что он отвечал. Он должен был защитить эти три города. Прибыв к подножию горы Иин, Джан Те вышел из машины и направился к храму. По сравнению с экстремально блестящим храмом шесть дней назад, сейчас храм выглядел совершенно иначе. Твердая стальная рама и потолок были выставлены за пределами всего Дворца. Много мастеров Дворца Хуайань были заняты разборкой всего храма. Поскольку Дворец Хуайань покидает субконтинент Вае, весь храм будет разобран, отмечен серийными номерами, упакован и отправлен по морю. После того как они достигнут провинции Юджау, весь храм будет восстановлен. Как один из старейшин оставшихся на горе Иин, старейшина Муинь стоял у храма с руками за спиной. Только когда Джан Те подошел к нему, старейшина Муинь отвел взгляд от храма и посмотрел на него. Он вздохнул. Когда мы строили храм, даже лорд Хуайань не ожидал, что этот храм будет демонтирован. Этот дворец стал свидетелем два веков жизни клана Джан. Мне очень жаль демонтировать его. Джан Те мог слегка понять настроение.